Господь Благословений на Свою Церковь во имя Иисуса Христа. Боже, мы, Господь, просим Тебя, дай нам совершенную радость, чтобы мы могли сегодня радоваться пред Твоим лицом, Боже, и петь Твоему имени, потому что это сладостно. Аминь, Церковь! Давайте воздадим громкую славу! Послушайте, это не то, чего достоин Бог. Давайте воздадим Ему такую славу, как Он достоин! Аллилуйя! Еще, еще! Аллилуйя! Дославься, Бог! Дославься! Аллилуйя! И наш Бог благ и милостив, и милость Его во веке. Во веки! Во веки! Во веки! Аллилуйя! И наш Господь! И милость Его во веки! И милость Его во веки! И пусть все народы, пусть все народы, пусть все народы, пусть все времена, придут и восстанят царя и дворца. И наш Господь! И наш Бог благ и милостив, и милость Его во веки! И Милость Его во веки! А внук я, а внук я, на каждый день Все, что ты ешь, все, что ты ешь О, слава, слава тебе! Я, как раз, господь, и воню на тебя, на твои реки Скажи, пожалуйста, и воню на тебя, на всех, 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 на Минуты проставят царя и концам Молок тебе, Аллилуйя, Аллилуйя Молок тебе за то, что ты есть Молок тебе, Аллилуйя, Аллилуйя Молок тебе за то, что ты есть За то, что ты есть, Бог в нашей жизни. Иисус, Иисус, ты так плакал, ты так плакал для меня. Иисус, ты так плакал, ты так плакал для меня. Иисус, ты так плакал, ты так плакал для меня. Иисус, ты так плакал для тебя. Иисус, ты так плакал для меня. 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 Плак наш Господи по милости во веки. 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 И пусть все народы, пусть все народы, пусть все времена. Идут и расслабятся я и танцам. Плак наш Господи по милости во веки. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллахи, за то, что ты есть За то, что ты есть За то, что ты есть Слава! 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 Церковь, оставь новую славу царем царей Господней этой земли Он единственный достоин, чтобы его дети славили его Громко, громко Церковь, оставь ему такую хвалу Аллилуйя! Это всё тебе, дорога, все мы О-о-о! Слава! 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 А-а-а! И пусть все народы и все племена Придут и прославят царя и дворца За то, что ты есть 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 ей мир тебе, говорите И скажите. Мир тебе и дому твоему Мир тебе и дому твоему Мир тебе и дому твоему А-а-а! Аллилуйя! Слава Господу За то, что мы сегодня в день седьмой urb Собираемся, как народ Божий, чтобы почтить его, нашего живого Бога, нашего святого Царя, который сегодня царствует на своем престоле. И мы всегда в этот день, перед началом служения, мы благословляем наших детей. И мы благодарим Господа за наших деток, которых Он даровал Церкви своей. Мы благодарим за это великое будущее, которое Бог будет делать их руками. И если мы сегодня видим в них лишь маленькую частичку той любви Божьей, которую Бог уже вложил в них, то поверьте, пройдет несколько лет, и из этих людей Бог поднимет новый народ, новое поколение, которое будет распространять Его Царство по всей земле. Аллилуйя! Господи Божий, мы благодарим Тебя за наших детей. И мы сегодня читаем Твое Слово и верим, Боже, что это сказано о детях наших. Ты сказал, Господь, насаженные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Мы верим, что наши дети, они насажены в этом доме, в этом храме, в этой церкви Эммануил. Мы сегодня насаждаем их в плодородную почву и бросаем эти семена. И мы верим, Боже, что придет тот день, когда они принесут Тебе много плода, когда они станут, Боже, тупами веры во имя Иисуса, когда они будут славить Тебя, как кедры на ливане, Боже, во имя Иисуса, да потечет хвала из уст их. Боже, да будут славить Тебя дети наши и потомки наши. Мы верим, Боже, что Ты насаждаешь, Господи, Боже, церковь, церковь Эммануил, этим новым поколением послушных детей, послушных родителям. Дети-то будут послушны родителям во имя Иисуса, и мы благословляем своих детей, и мы покрываем их молитвой покрова, и мы призываем, Боже, Твою святую кровь, кровь Твоя на детях наших во имя Иисуса. Во имя Иисуса, да наполнится, Боже, сердце их мудростью Твоею во всем поступать так, как Тебе, Боже, угодно. Веди их дорогой жизни, веди, Господи, Боже, защити от всякого зла. Во имя Иисуса, Боже, да будет благоволение Твое на детях церкви Эммануил. Во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Проходите, детки, на служение. Аллилуйя. 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 Святый Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за все, что мы имеем. Мы благодарим Тебя, Господи Боже Святый, за силу Твою, которая уже на этом месте. Во имя Иисуса на разрушение всех твердень, дьявола, жизни людей. Во имя Иисуса. И мы сегодня, Церковь, будем молиться, как всегда, за наши списки. За списки родных, близких, за списки людей, которые сегодня записаны здесь. Которых мы хотели бы видеть рядом с Собою. Давайте поднимем наши списки. Господь, мы верим, что Ты сказал, когда мы помолимся по Слову Твоему. То все это сбудется обязательно. И мы сегодня читаем из Слова Твоего, Священного Писания, где говорится. Если же истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно, так же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Отец, мы молим Тебя, Боже, сегодня и просим за списки этих людей, Боже, которых мы поместили на эту бумагу. И мы знаем, Боже, что Твой перст уже сейчас читает, Боже, читает их имена, Боже. И мы верим, что придет тот день, Бог, когда мы увидим их рядом, вместе с Собою, Боже, на этом месте, в церкви Эммануил, Боже. Мы верим, Боже Святый, что Твои пути, Боже, это не пути человеческие. Мы знаем, что Твои мысли выше мыслей наших. И мы знаем, что Ты уже, уже все устроил для наших родных, для наших близких. Ибо мы знаем, что Ты сказал, слово Твое говорит, спасешься Ты и весь дом Твой. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, живой Бог, за все, что мы имеем. Мы знаем, Господи Боже, что когда приходит Твоя сила, то даже немощный говорит, что он силен, Боже. И мы сегодня, церковь, будем молиться с вами о служении, которое будет происходить у нас 8 октября. Это служение разрушения родовых проклятий, молитва за исцеление. И мы уже знаем, что на этих служениях Бог приходит в особой силе. Уже многие пережили. Кто-то из вас здесь стоит, который в прошлый раз был на этом служении. Я знаю сегодня точно, есть и люди, которые были на прошлом служении. Поднимите руку, пожалуйста. Кто из вас в прошлый раз принял Христа? Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Ты между нами. И мы сегодня верим, Боже, в Твои знамения и чудеса. Мы верим, что Ты не изменился. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. И Ты сказал ученикам Своим, Господи Боже, идти и проповедовать, благовествовать, возлагать руки, чтобы больные получали исцеление. Мы верим, что все те дары, которые Ты, Боже Святый, предназначил для Своей Церкви, они все сегодня присутствуют в Церкви Эммануил, Боже, на Твоих верных и посвященных людях, Боже. Мы верим, Боже Святый, мы верим, Господи Боже, что Ты обликаешь, Господи Боже, Ты просто, Боже, обликаешь этими дарами нашего пастора, Боже, во имя Иисуса. Мы верим, что каждое служение, оно сопровождается Твоими чудесами и знамениями, Боже. Ты приходишь в силе во имя Иисуса, Боже, и мы верим. Мы верим, Боже Святый, что Ты истинный и живой. Иисус, мы верим Твоему Слову. И когда кто-то пытался запретить и занять бесов, запретить исцелять, Боже, Ты сказал и запретил этим людям. И если сегодня кто-то восстает против исцелений, против знания бесов, то это сам дьявол восстает в этих людях. И мы, Господи Боже, читаем Слово Твое, которым Ты сказал и сказал им, кому, тем, кто против, против исцелений, против знаний бесов, и сказал им, пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня, завтра и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Аминь! И вы знаете, что для Господа один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. И если это так, то мы знаем, что мы живем в третьем дне. И если Господь сказал, что пойдите, скажите этой лисице, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день окончу, то мы верим, что Господь придет восьмого числа сюда. И мы будем видеть, мы будем видеть славу Божию здесь, на этом месте. Аллилуйя, Господь, мы молим Тебя о Твоем присутствии восьмого числа на этом месте. Боже, пусть слава Твоя будет явлена руками Твоих служителей. Пастырей! Боже Святый, мы будем видеть, как бесы будут выбивать, выходить с криками во имя Иисуса, как люди будут получать исцеление. Хромые скучат, как олени, Боже Святый. Мы верим, Господи Боже, что немые языки, они развяжутся. Люди начнут говорить, слепые начнут видеть. Боже, ибо на это есть Твоя святая воля. И Ты помазал Твою церковь. Ты помазал Твою церковь, Боже, на это служение. И мы благословляем каждого человека, который взял ответственность привезти сюда больных и хромых. Мы благословляем сейчас Твоим святым именем. Боже, да будет это место заполнено новыми людьми, которые придут получить от Тебя, Боже, во имя Иисуса, Твою свободу. Мы благодарим Тебя, Господь, и воздаем Тебе всю честь, всю хвалу и всю славу Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аллилуйя, 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 Будь прославлен Иисус, О, Ты будь превознесен. О, сцелющий льно, славный, славный Бог, ожидаем Тебя. О, наши сердца открыты, слава Тебе, Иисус. Все величие Тебе, превозносим мы Тебя. Жаждем. Жаждем славы Твоей, ждем ветер Духа Святого, Открываем сердца, Господь, и злей. Жаждем славы Твоей, И ожидаем, чтоб снова Той дождь излился на нас, Господь, и злей. Жаждем славы Твоей, Ждем ветер Духа Святого, Открываем сердца, Господь, и злей. Жаждем славы Твоей, И ожидаем, чтоб снова Той дождь излился на нас, Господь, и злей. Дождь придет, дождь придет, Откроются окна на небе, Дождь придет, дождь придет, Потоки прольются на землю, Дождь придет, дождь придет, Откроются окна на небе, Дождь придет, дождь придет, Откроются окна на землю, Откроются окна на небе, И святой Дождь придет, Откроются окна на небе, И злей, жаждем, жаждем славы Твоей, Чтоб ветер Духа Святого Открываем сердца, Господь, и злей, о-о-о, Мы жаждем славы Твоей, и ожидаем, Чтоб снова дождь не злился На нас, Господь, и злей, о-о, мы жаждем Жаждем славы Твоей, Чтоб ветер Духа Святого Открываем сердца, Господь, и злей, о-о-о, Мы жаждем славы Твоей, и ожидаем, Чтоб снова дождь не злился На нас, Господь, и злей, дождь идет Откроются окна на небе, Дождь идет, дождь идет Твоей, дождь идет, потоки прольются На землю, дождь идет, дождь идет Откроются окна на небе, Дождь идет, дождь идет Твоей, дождь идет, дождьрет водя Потоки прольются окна на землю — cage Prime受 не злился Водя Go П disastrous Счик на небе, дождь идет, дождь идет Мы готовы, мы готовы принять Иисус, наши сердца впервые. Мы готовы, мы готовы принять Иисус, наши сердца впервые. Мы готовы принять Иисус, наши сердца впервые. Мы готовы принять Иисус, наши сердца впервые. Мы готовы, мы готовы принять Иисус, наши сердца впервые. 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 Подними свои руки и скажи, Господь, я жажду, я жажду этого дождя. Я хочу, Господь, напои меня. Потоки прольются, потоки прольются. Бог уже изливает, ой, будь готов принять, принимай. Потоки живой в ответ Бога. Иисус, аллюля, дождь придет. Дождь придет. Потоки прольются на землю. Дождь придет. Дождь придет. Пожигай, Господь, твоего дождя. Пожигай потока твоей славы, Господь, на эту землю, Господь. Дождь придет. Здесь место присутствия твоего, Господь. Здесь твой народ, Боже, мы поклоняемся тебе. Потоки прольются на землю. Твоей славой, наполни каждую душу, ожиданиями, чтобы Господь мог прийти и благословить свой народ. Наполни, Господь, нашу жизнь светом, радостью, миром. Боже, прийди, Дух Святой, на эту землю, в наш город. Дождем благодатным. Приди, Господь, о гробе, о России, Господь. Мы топольются твои потоки по этой земле. Топольются твои потоки благословения. В этом дождь, в этой области, Господь, в Украине. Боже, мы молим тебя. Спаси, Украину, Господь. Аллия. Спаси эту землю, Господь. Спаси, Господь, каждую душу, каждого человека, мой Царь. Аллия. Бог, мы жаждем тебя, Господь. Мы ищем лица Твоего. Он Царь, Царь. Дождь придет, дождь придет. Откроются окна на небе. Дождь придет, дождь придет. Дождь придет, дождь придет. Оттой придет. Дождь придет. Меня на новый уровень отношений с Тобой Чтобы моя вера, Господь, двигала горы Мой Бог, я молю Тебя, зажги мое сердце Чтобы Христос, живущий во мне, был явен в этом мире Боже, благослови, Господь, благослови и коснись Дух Святой Аллилуйя, я молю Тебя, Господь, наполни каждое сердце Наполни, Господь, каждую душу, мой Бог, аллилуйя Чтобы Твоя церковь в этом городе заявила, что с нами Бог Чтобы все увидели, что с нами Бог Чтобы все познали, что нет другого Бога, кроме единого, аллилуйя Боже, молю Тебя, благослови, Господь, благослови Услышь молитву каждого, Господь, наполни каждое сердце и душу Бог мой, молю Тебя, благослови, аллилуйя Зайви с верой, дождь придет Откроются окна на небе Дождь придет Дождь придет Оттоки прольются на землю Дождь придет Дождь придет Дождь придет Откроются окна на небе Дождь придет Дождь придет Подтоки прольются на землю Дождь придет Дождь придет Дождь придет Откроются окна на небе Дождь придет Дождь придет А так ты пройдешься на землю Может, ты сказал, Богословие, что все обитования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь Все твои обитования И ты сказал, что ты дашь, ты дашь, дочь, ранний и поздний Ты дашь, Господь И что ты откроешь окна на небе И зальешь свой дух на всякий плод И будут пророчествовать И будут видеть в их теме И с нами темными разумлями будут Ты сказал, что будешь Богом их А они будут твоим народом Боже, мы сегодня твой народ Ты вселился в нас, Духово, Своим, Святым Но сегодня эти земля еще не знают тебя Сегодня в этом мире еще много людей покипают И я молю тебя, если твой помазали на свою царковь, на свой народ, Господь Чтобы твой огонь не угасал, ни днем, ни ночью, Господь Чтобы не уходил никто с пустым сердцем Своей, с твоей царковь, Боже, я молю тебя, благослови, чтобы каждый нес твой огонь Во всякое место, где он живет, где он работает, где он отдыхает Боже, я молю тебя, благослови, Аллилуйя Твой, ты вселился в нас, Духово, Богом их Наполняй Господь Мы жаждем Тебя, Боже, мы жаждем Тебя, Боже, мы жаждем Тебя, Своей Благодати Твоей Наполни, Господь, Алалуйя Давайте в Духе Святом помолимся сейчас Наполни, 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 Господь, Алалуйя Больше, больше быть святой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ведение, которое мы сегодня считаем как откровение Иоанна Богослова. С ним общался сам Иисус. Он показывал ему настоящее будущее. И Иоанн увидел, сидящего на белом коне, как огонь. И на его одежде было написано, царь царей и Господь господствующий. И Он вышел, чтобы победить, победить дракона, победить дьявола. И те, которые с Ним суть званой, избранной и верной. Иисус есть царь царей и Господь господствующий. Иисус наш Господь. Аллалуи. И нет другого. И сегодня я хочу, чтобы вы услышали это слово. То, что мы сейчас поем, это не просто красивая песня. Это исповедание твоей веры. Что тот, в который ты веришь, Он святой, Он Бог богов и Он царь царей. Аллалуи. И Он твой спаситель. Аллалуи. Я чувствую, как что-то препятствие очень сильное сегодня на этом месте. Какие-то духи нечистые здесь пытаются остановить прославление Бога. Я чувствую, знаете, как будто бы в церкви какое-то остывание произошло. Давайте мы сейчас возьмемся за руки и помолимся. Продолжаем играть. Чего вы просили? Аллалуи. Это же продолжаем играть. Продолжаем. Продолжаем. Молимся. Аллалуи. Иисус, мы жаждем Тебя. Иисус, мы жаждем Тебя. Иисус, мы жаждем Тебя. Мы жаждем Твого присутствия. Я связываю всякого духа суеты во имя Иисуса. Убирайся прочь. Иисус, мы жаждем Тебя. 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 Мы хотим больше, Господь, больше твоей славы, мы хотим больше твоей силы, мы хотим больше, Господь, больше твоего присутствия во имя Иисуса Весна. Мы хотим больше, Господь, мы хотим больше твоей славы, мы хотим больше, Господь, больше твоей славы, мы хотим больше, Господь. Мы хотим больше, Господь, больше тебя, Господь. Иисус, Иисус, Иисус. Теперь поднимай свои руки и скажи, Боже, я хочу Твое присутствия. Я ожидаю Тебя, Господь. Это время Твое, Иисус, я пришел, чтобы посвятить. Это время Тебе, чтобы прославить Тебя, поклониться Тебе, чтобы принять от Тебя Слово, принять, Господь, мудрость, откровение. Я пришел на это место, чтобы почтить Тебя, почти своего Бога прямо сейчас, в сердце своем. Скажи, я почитаю Тебя, я почитаю Тебя, Бог мой, я почитаю Тебя, Господь мой. Иисус, питает боги, прославляю Тебя, я поклоняю Иисус, пославляю, я почитаю Тебя, и без Тебя ничего не хочу, и без Тебя ничего не могу. Ты мой Бог, ты отбиваешь на вас по сырьям, я смиряю, я славаю, почитаю лишь тебя. Ты мой Бог, Боже, ты все во всем, ты жизнь моя, исцеление мое, свет мой, я славлю тебя, я славлю тебя. Ты мой Бог, ты, 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 ты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь! Друзья, я верю, что Бог должен всегда приходить на наши собрания. Если Бога здесь не будет, то ваше присутствие здесь бесполезно. Я ничего не могу вам дать. Но если вы приходите просто со своими мыслями, со своим багажом сюда. Я почувствовал, что сегодня дух суеты здесь был. Просто дух суеты. Каждый пришел на своей волне, со своими какими-то мыслями, вместо того, чтобы все оставить, прийти и прославить Бога. Вот ни как ни странно, так иногда случается. Дьявол ворует у нас отношения с Богом. И мы это не замечаем. Мы приходим остывшие, мы приходим суетливые, осуеченные, или как он получается сказать, осуетившиеся. Приходим и думаем, что сейчас вместо меня тут все сделают. Я пришел, тут пастор сейчас рванет, а я рву, а не получается. Я чувствую, нет, отдача. Вы не принимаете. Не в смысле каждой, но в большинстве своем. Церковь это организм. Если тебе тошнит, то тебе ничего не хочется. Если тошнит, то ты уже не хочешь ни кушать, ни гулять, ни спать, ничего не хочется. Нужно освободиться от этого. Знаете, вот так вот мы приходим сюда и думаем, что так за меня все сделают. А кто сделает? И Бог ищет поклонников. Аллилуйя. И Ему нужны поклонники. Ты и поклонник, которого Бог ищет на этой земле. Ему нужна хвала. Аминь. Я вот недавно говорил на предыдущих собраниях, что в нашем слове, в словаре нашем, в слове хвала это какое-то абстрактное понятие. А у Израиля это было семь значений. Точнее, я шесть, прочитал шесть. Это халал, это очень громкая хвала. Барак, это взрывная такая хвала. Стоят на колене с подятыми руками. Техила, это вот эта молитва на иных языках. Самар, игра на музыкальных инструментах. Это все означает хвала. Одно и то же слово. И мы должны понимать, что все это в комплексе и есть прославление Бога. Не став себе шаблоном. Прославлять Бога нужно только вот так. Аллилуйя, Господи. Это может быть одна из частей. Очень тихое присутствие Божье. Очень тихое поклонение. Есть это тоже в слове хвала. Но остальные части нужно не забывать. И руки вверх, и на колени, и громкая хвала, и молитва духов, и игра на музыкальных инструментах. Это все хвала Богу. Аминь. И нам ее нужно приносить. Не так, что я пришел, умею только петь. Ну хорошо же поешь, но подними еще руки вверх. Подпрыгнись тебе надо, Аллилуйя. Чтобы встряхнуть свой дух. Стань на колени. Прославь Бога всем сердцем. Взорвись на Него. Аллилуйя. Ведь Он достоин. Ведь Он достоин. Аллилуйя. Я хочу больше сказать. Если мы не начнем это делать, в нашей жизни ничего не изменится. Ничего не изменится. Я знаю по себе, когда начинаю сильно, громко прославлять Бога, и проблемы уходят куда-то, и страхи уходят, и суета уходит. Мысли приходят в порядок. Аллилуйя. Потому что Бог приходит. Аминь. Поэтому я призываю вас снова и снова. Чтобы вы не были теплыми. Приходите сюда готовыми. А лучше всего приходить на пол одиннадцатого. Потому что наверняка уже и молитва здесь не молитва. Пол одиннадцатого здесь есть молитва. Я приглашаю всех. У кого нечего делать дома в десять часов, отправляйтесь на служение. Чтобы пол одиннадцатого быть здесь. Зайти в зал и помолиться о том, чтобы Бог пришел. Чтобы помазание здесь было. Чтобы люди спасались. Чтобы исцеление происходило. Ходатайство. Лидеры в первую очередь должны быть здесь. Служители должны быть в первую очередь здесь. Потому что мы созидаем церковь. Мы не свое царство строим. Вы не на меня работаете, если кто так думает. Церковь вы не на меня работаете. Мы работаем все на одного царя. Он мой Господь. Я его раб. Аминь. Я служу на его Ниве. Я работаю в его винограднике. Аминь. А вы моя армия? Наша армия. Аллилуйя. Мы все вместе делаем. Дело Божье на этой земле. Аминь. Слава Господу. Поэтому, друзья, немножко обличение, вдохновение, ободрение и немножко наставление. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Аминь. 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 Аллилуйя. Уже лучше. Аминь. Вообще, знаете, когда я говорю, давайте вас дадим славу Богу, это не только означает похлопать. Иногда это люди тоже опять-таки сузили до хлопков в прославлении Бога. Устами. Воскликни ему хвалу. Скажи «Аллилуйя». Слава тебе. Аллилуйя. Нет, но я... Аллилуйя. Услышьте, хлопки должны быть реакцией на внутреннее движение. Не наоборот. Хлопаешь, чтобы завести себя. Нет, когда людям что-то нравится, они хлопают. Когда они в чем-то восторге, они хлопают. Аллилуйя. Вот такая реакция. Поэтому пусть у нас будет правильная реакция. Аминь. Давай Богу дадим славу достойную. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. А теперь скажи кому-нибудь, ты поклонник Божий. Аллилуйя. И можешь присаживаться. Аминь. Аминь. Мы поклонники Божьей. Слава Господу. У нас великий Бог. Аминь. Дима Рубышев, звук не який. Аллелуя. Слава Богу, друзья. У нас хорошее время учиться из Слова Божьего. Гадать его мы спасены. Мы святые не потому, что уже летаем по воздуху. И не потому, что у нас ним над головой. Или не потому, что у нас уже нет ошибок в жизни. Мы святы через кровь Иисуса Христа. Бог осветил нас. Написано, кровью святой омыл нас и поставил перед собою святыми и непорочными. Боже, как сильно звучит. Перед Богом мы святы и непорочны. Потому, что кровь Иисуса омывает нас. И знаете, это не единственный момент, когда кровь Иисуса нас омыла. В первый раз это было реальное рождение свыше. Это было воскресение из мертвых. Многие пережили это особое переживание внутри себя. Боже, спасибо тебе. Слезы текут. Чувство свободы пришло. Желание грешить уже отпало. Аллилуйя. Потому, что кровь Иисуса омыла нас. Бог забрал каменное сердце, дал плотяное. Но потом начались наши христианские будни. Началась наша жизнь верующих людей. Где мы столкнулись со своей плотью, как со скалой, с горой. Оказывается, плоть еще живая. Оказывается, еще хочется делать то, что раньше делал. А мозги уже не хотят. А плоть хочет. Что делать? Павел говорит, давайте распинать свою плоть. Я могу сделать специальный подвал здесь. И помочь вам распинать свою плоть. Там всякие инструменты положу туда. Как во время инквизиции. Ах, палец, ты лезешь, только она не надо. На тебе. И будем распинать свою плоть. Но не об этом он поставил, Павел говорил. Знаете, бесполезно отрезать себе пальцы. И выдирать себе глаза. Знаете, пастор Альфонс рассказал страшную одну историю. Он проповедовал где-то в диких племенах. В общем, ну не в диких, я шучу. Но где-то, наверное, в Африке это было. В Африке это было, точно. Мусульманский город. И он проповедовал там этим людям покаяние, спасение. В общем, давал тоже библейскую школу. И там был пастор, который уже служил Богу, все такое. И тут он дошел до темы семья. И он говорит, что в семье должна быть один муж и одна жена. Это по заповеди Господь. И он говорит, а потом же на волне этой темы, там же он учил о том, что Иисус говорил, если соблазнять тебя глаз, вырви его, там рука, оторви ее, нога, так точно так же. И вот после этой проповеди приходит этот пастор к нашему пастору Альфонсу и говорит, слушай, я исполнил волю Божию. В смысле, пойдем покажу. Приходит домой, а у него жена одна лежит без головы. Одна живая осталась, а одна без головы. Он реально ее лишил жизни. Говорит, ну она же моя жена, раз у меня нельзя иметь две, то я одну. Ты сказал, что нужно вырывать руки, ноги, там, глаза. Представьте, люди думают. Так что здесь нужно быть очень осторожными, когда проповедующий говорит, что нужно делать. И когда я говорю, что я шучу, это точно шутка. Аминь. Поэтому не надо себе глаза выдирать, если твой глаз облазняет тебя, или руки отрезать себе, или руки. Бог не призывает нас к членовредительству. Аминь. Но Он призывает нас к чистоте и святости. В воле Божьей есть наше освящение. Аминь. Воля Божья. Знаете, когда люди говорят, Господь, покажи мне твою волю. Слушай внимательно. Воля Божья есть твое освящение. Не надо, знаете, заоблачных мыслей, или каких-то там невероятных переживаний с Богом, чтобы воля Божья открылась. Просто услышь. Воля Божья есть освящение твое. Они были посвящены Господу. Потому что слово освящение означает отделенный для Бога. Освященный, значит, отделен для Бога. Что это означает? Что моя плоть служит Господу. Моя душа служит Господу. Мое сердце, мои чувства, моя жизнь. Все принадлежит Ему. Но это нужно к этому прийти. Постепенное освящение. Это путь осознания, что в моей жизни еще не посвящено Богу. И если у тебя еще гнев, то это еще не посвященная Богу территория души. И потому Иаков говорит, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Поэтому нам нужно постепенно освящаться. Переходить из территории тьмы в территорию света. Наша душа, она постепенно спасается. В том смысле, что мы обновляемся. В том смысле, что мы освящаемся. Потому что Дух спасен. Дух спасен. Но душе еще требуется время, чтобы измениться. Вот почему Бог дает нам время на земле. Чтобы не сразу после покаяния уйти из жизни. А еще прожить, измениться, послужить Богу, принести плод. И с этими плодами войти в Царство Небесное. Потому что в Небесный Иерусалим не войдут всех, кому хочется. Туда войдут люди, освященные истиной. Туда войдут люди, исполнявшие на земле волю Небесного Отца. Иисус сказал, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет куда? Царство Небесное. Но исполняющий. Я же исполняющий. Прокрути это слово два раза. Нет, пять раз лучше. Исполняющий, 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 исполняющий. Исполняющий волю Божью. Хочу на небо. Исполняй волю Божью. Какая воля Божья? Кто знает, какая воля Божья? Двадцать человек такого слышали. Повторяю. Воля Божья есть, освящение наше. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи. Иди сюда, Максим. Пастор Максим, иди сюда. Вот мы давай вместе скажем. Написано, устами двух или трех свидетелей будет верно всякое слово. Воля Божья. Воля Божья. Есть что? Освящение наше. Поет. Мое. Наше, поет. Мое. Не всякий, говорящий мне, что? Господи, Господи. Войдет в Царство Небесное. Но кто? Кто? Исполняющий волю. Исполняющий волю чью? Божью. Отца Вашего Небесного. Отца Вашего Небесного. Так написано. Итак, Господи, покажи мне волю Твою. Какова воля Божья? Отца Вашего Небесного. Чуть-чуть больше услышали. Но еще раз. Не слушают люди. Освящение! Воля Божья есть наше освящение. Не всякий, кто говорит, Господи, Господи. Сегодня много говорят, О, Господи. Особенно вот так. О, Господи. Вот так говорят. Перецепился. О, Господи. Человека убили. О, Господи. Украл. О, Господи. В глаз дал. О, Господи. Везде Господа клеют. Что-то рассказывает страшно. О, Господи. При чем здесь Господи? А с Пойтом вообще ни при чем. А люди клеят его везде. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но исполняющий волю Отца Вашего Небесного. Своего Небесного. Но какова воля Божья? Божья. Спасибо, Бастор Максим. Он мне помог очень сильно. Мы вдвоем уже согласились, что это правда. Библия говорит нам об этом. А Библию писали трое. Кто знает, что Библию писали трое? Отец, Сын и Дух Святой. Руками апостолов, учеников, пророков. Все это записывалось. То есть, мы получили от Бога послание. Мы им должны жить. Аминь. Человек не может исполнить волю Божью, не освящаясь. Человек не может войти в Царство Небесное, не исполняя волю Божью. Мы должны это понимать четко. И нам нельзя сделать абстрактным вот эти понятия. А я не знаю, какая воля Божья. А я не знаю, как уходить Богу. А я не знаю, как Ему служить. А я не знаю, что хорошо, что плохо. Это хорошая, удобная позиция, сказать так. Это удобно сказать, а я не знаю. Извини, я не знал. И знаете что? Я верю в такого Бога, который судит по справедливости. И если чего-то ты не знал, на самом деле, Он тебя об этом не спросит. Но то, что ты знал и не исполнил, написано, бить будешь много. Я что-то придумал? Или это в Библии говорит о том, что тот, кто знал и не исполнил, бить будет что? Много. А кто не знал и не исполнил, бить будет меньше. Измеряйте. Меньше, больше. Ладно, друзья. Это еще не проповедь. Это вообще просто вступление. У меня сегодня есть хорошее послание. Веря на благословитель всех нас. Бог дал мне это слово, ну, немного раньше. Я его вынашивал. Вот оно как бы пришло в это время. Я бы хотел, чтобы мы его услышали. И послание будет называться, «Что делает Бога глухонемым?» Арелуя. Вы знаете, что наш Бог не глухой и не немой. Но что-то есть в жизни Его детей, что делает Его глухонемым для этих людей. На самом деле, Бог не становится глухонемым для всех. Он может быть глухонемым для отдельной категории людей. Для каких-то детей своих, которые что-то не так делают. И мы сегодня с вами об этом почитаем в Писании. И я думаю, что это будет нам очень полезно. Почему? Потому что, возможно, кто-то из вас увидит причину того, что Бог не отвечает. Почему Бог не вмешивается? Почему Бог не поддерживает? Почему в моей жизни ничего не меняется? Почему Бог меня не слышит, как люди говорят? Бог слушает. Это точно. Но Он не может ничего сказать. Он не может ответить. Есть причины. И знаете, это очень достаточно глубокое откровение. Что может сделать Бога глухонемым? Что закрывает Ему уста, чтобы говорить? Что закрывает Ему уши, чтобы нас не услышать? Поэтому мы читаем из Писания пророки Езекииль. Езекииль 14 глава, Сатуропа 4 стихи. И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий. Эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им вопрос? Поэтому говори с ними и скажи им. Так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия свое при лицо своем, и придет к пророку, то я Господь могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Мы конечно же понимаем, что речь шла об Израиле, что это был пророк в Израиле и Езекииль. Но мы также знаем, что вся Библия, все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения. Мы также знаем, что апостол Павел говорит, что все написано в Ветхом Завете было сказано нам. Это мы почитаем чуть позже. Мы это слово мы почитаем чуть позже. Павел говорит, что все описано в Ветхом Завете было описано нам в наставлении, в назидании. Чтобы мы, читая это, увидели духовные вещи. Чтобы мы в чем-то разобрались сегодня в 21 веке. Потому что, конечно же, мы сегодня живем, и для нас слово идол не так много значит, как это было в Израиле. Потому что евреи умудрялись, даже выходя из Египта, когда Моисей ушел на гору с Богом общаться, сделать себе тельца золотого. И поклоняться ему начали. Это серьезно было, знаете, вот корни. Несколько поколений выросли в Египте. И они приняли, как нормальное явление, поклоняться идолам. Истуканам, фараонам как Богу, там изваяниям разным. Павел пришел в Афины и был просто удивлен множеством идолов, истуканов, памятников всевозможных. Это у нас сегодня, значит, лишь кое-где стоят памятники, и люди там какие-нибудь цветы кладут. Опять-таки не этим памятникам он кланяется, а той историей, которая там произошла. То есть у нас даже и в этом смысле нормально все, ну более-менее. Я не говорю, что нормально там цветы принялись к памятникам, но я говорю сейчас о том, что у нас все-таки другой немножко взгляд на те вещи. То есть у нас в корнях нет уже, вот уже сколько поколений, мы не кланяемся истуканам. Или у кого-то дома есть истукан, по-настоящему, признайтесь, покайтесь. Если у вас есть истукан, которым вы кланялись каждое утро, вытираете его, ставите перед ним чашечку с водичкой, там или хлебушек, кусочек. Есть такой кто-нибудь, кто благоволие воскуряет? Ну, честно скажите, я не обижусь. Что никого нет такого? Странно. То есть у нас нет такого в культуре, потому что мы уже много поколений назад это все и христианство искоренялось, и язычество тоже в принципе. И созидали другую веру, которая вела нас в безбога, в какое-то светлое будущее. Но мы сегодня с вами, духовные люди, должны понимать, что есть в нашей жизни то, что на самом деле является идолом для нас. Идолами. И есть нечестие, которое мы ставим преткновение перед собой, как то, обо что мы спотыкаемся, и через что мы грешим. Нечестие. Говорит, соблазн нечестие. Потому что когда мы становимся на путь служения Богу, нам нужно понимать, что перед Богом нельзя быть лукавым, потому что Бог с лукавым поступает по лукавству. С чистым поступает чисто, с искренним поступает искренне. Поэтому нам нужно понимать, что если я где-то хочу угодить Богу, и хочу жить новой жизнью, духовной жизнью, и сверхъестественной жизнью, то мне нужно поставить в своем сердце всю правильную позицию перед Богом. Всего нужно навести везде порядок. Я думаю, что многие из вас на мой порядок у себя дома. Надеюсь, что если я вдруг к вам кому-то зайду в гости, не предупредил, что вы потом не скажете мне, ой, я только сегодня собирался убирать. Это как пасторик рассказывал. Говорит, приехал к одному пастору в церковь, у меня садят свою машину, а там шертят собаки, валяются бумажки, мусор везде в машине. И он такой чувствует обличение и говорит, пастор, извините, я только сегодня хотел помыть машину. А то я же понимаю, что это образ и стиль жизни. Это не сегодня произошло, это уже везде мусор. И говорит, я понимаю, что вот такое творится у него в душе. Знаете, это тоже определенный взгляд. Можно по человеку, а человеку судить по некоторым его образу жизни. Где он живет, как он живет. У меня есть сосед, я вам скажу. Когда я впервые попал в него в квартиру, это он живет там надо мной, немножко там меня делает мою стенку мокрой. Вот. И уже много лет. И я зашел туда, я думал, что я попал на мусорную свалку. У него вот такой узкий проход от двери в кухню и такой же узкий в комнату. Все, что хочешь можешь там найти. Все тянется домой. Плам, мусор, все черное. А он вроде приличный человек. Он выходит с квартиры, знаете, такой весь пиджачке такой, даже белый пиджак у него есть. Я думаю, а где вообще там висит у него этот белый пиджак? А в ванной вообще что творится? У него унитаз-то ходуном ходит, поэтому вода течет вся на пол и, конечно же, мне мокро. Вот. Но вопрос в том, что я говорю, слушай, выброси хоть вот мусор, наведи порядок. Грошей нам. Я говорю, при чем тут грош? Давайте я помогу, говорю. Я приду все это выгребу и сделаю чисто в твоей квартире. Тут грошей не треба, чтобы порядок навести. Аллилуйя. Уже откровение ловим. Чего-то вещь нам не хватает. Не, не могу от этого освободиться. Или от этого, или избавиться от этого. Потому что чего-то вещь нам не хватает. Знаете, это вопрос выбора, а не средств. Это вопрос решения и желания угодить Богу. Аминь. Я захотел поменяться, я поменялся. Я захотел по-другому жить, я начал жить по-другому. Я помню, как у меня было рабское мышление, как, наверное, у всех в нашем Советском Союзе. Все время мало денег, чувство недостатка, постоянная экономия, нежелание, то есть, невозможность купить себе то, что нравится, потому что всегда, говоришь, деньги не позволяют. О. О. Деньги могут позволить, купи. Деньги могут не позволить, не покупай. Ты мой раб. И знаете что? Когда я пришел уже ко Христу, я встретился с одним человеком, который начал меня учить. Не ставь преграды перед Богом. Тем, что ты хочешь иметь как благословение в свою жизнь. То, что ты можешь иметь то, что тебе нравится и то, что тебе нужно. Он меня начал учить. Я говорю, а как это делать? А он говорит, да очень просто. Никогда не смотри на цены. Что ты имеешь ввиду? Да вот так. То, что тебе нравится, ты это можешь иметь. Ты мой кошелек видел? Да при чем здесь кошелек? Посмотри на кошелек своего папы. Наверное, кто-то не услышал. При чем здесь твой кошелек? У нас кошелек у папы. И мы к нему можем приходить всегда. Написано, мы можем приступать к престолу благодати для того, чтобы обрести милость и получить благодать для благовременной помощи. Вопрос благовременной помощи – это вопрос своевременной помощи. Не так, как наши дети. Прямо сейчас хочу! В истерике бьется. Расскажу одну недавнюю историю. По-моему, рассказывал, не помню. Расскажу снова. Мой сын подходит ко мне и говорит, пап, купи мне мотоцикл. Я думаю, где-то подсмотрел. Я говорю, а какой сынок? На всякий случай спрошу. Говорю, и сразу первый, сам же отвечаю, игрушечный? Он говорит, да. Я говорю, слава Господу. Говорю, сын, ну, пойдем сейчас прямо в боку. Я говорю, не, не, сын, давай помолимся. Попросим Бога, чтобы он дал нам мотоцикл. Пошли. И так получилось, что он мне достал прямо там, ну, там, где руки мыл. Поняли, да? Я говорю, пап, ну, давай купи мне мотоцикл. Я говорю, давай сейчас согласимся и помолимся. Прямо там я стал рядышком склониться к нему. Взяли за руки. Смотри, глаза закрыл. Молодец. И молимся, Господь, благослови и святика, дай ему мотоцикл по его сердцу, как ему нравится, во имя Иисуса, аминь. Он говорит, аминь, пошли покупать. Я говорю, сын, нет, это не по вере, это по папиному карману. По вере будет по-другому. И он все равно достал маму, мама все равно пошла с ним в магазин, они все равно купили мотоцикл. Он же знает, от папы ушел, к маме пошел. Мама не знала, просто, ну, она уже достала, значит, купи мотоцикл. Ну, думаю, ну, ладно, в 6 гривен не страшно, можно купить. Но приезжает нам наша сестра Келлен с Америки и подарки же раздает. Там мне один подарок, святой другой, Ксении третий. И говорит, а прежде чем достать святику подарок, вы знаете, вот я думал, что бы ему купить, что бы ему привезти. Ну, уже догадались. И достает классный игрушечный Харлей. Шикарный. Я говорю, сын, ты видишь вообще, что творится? По вере твоей, по моей. Бог дал тебе чудо. Это детский уровень. Игрушечный мотоцикл, слушайте. Человек с Америки ехал и думал, что купить. Она могла бы купить какую-нибудь другую, совершенно другую игрушку. У меня был выбор перед ней миллион, миллион игрушек. Вы слышите или нет? Миллион игрушек. И пистолеты, и автоматы, и парашютики, и лодочки, и домики, и конструкторы. Что угодно. Мотоцикл. Знаете, меня это научило очень сильно. Реально еще раз, ну, Бог так благословил мне этим вот случаем. Насколько наш Бог так любит нас. И знаете, это не то, что Ему на самом деле надо. Он на нем не ездит. Но Он им играется. Ему нравится это. Это по сердцу Ему. Ну, просто я помолился об этом вместе с Ним. Я не просто так сказал, ну, Бог даст. Мы помолились. Мы сделали шаг веры. Аллилуйя. И Бог дал. Вот поэтому, когда ты говоришь, деньги не позволяют, ты реально в этот момент говоришь, у меня другой Бог, который может мне позволить, который может мне не позволить, который может меня контролировать, который может сделать меня бедным, который может сделать меня богатым. У меня другой Бог, который может сказать, вот теперь да, а вчера нет. То есть, какому Богу ты веришь? Кому ты поклоняешься? Слова Иисуса, когда он говорил, невозможно поклоняться Богу и Мамоне одновременно правильно и хорошо. Потому что Мамона, он назвал богатство этого мира. И он говорит, что потому что одному будешь усердствовать, то есть стараться будешь, а другому будешь не родить. То есть будешь спустя рукава ему струкнуть. Одного будешь любить, а второго ненавидеть. Потому что боги этого мира, они порой выглядят привлекательнее. Почему? Будьте внимательны. Слушай, все послание очень важное. Поэтому не упустить ничего. Все мысли левые отпрасывайте сразу. Поняли? Людям легче пойти к гадалке, заплатить деньги и узнать информацию, чем проводить часы в молитвах и постах. Бог века сего, Павел назвал богом века сего дьяволом. Бог века сего. Он ослепляет умы людей, чтобы они не услышали Евангелие и не спаслись. И у него есть слуги на этой земле, которые гадают, поражат, которые в духовном мире вступают в контакт с инопланетянами, контактят на полную. Они знают настоящее, прошлое, будущее. И знаете, людей так впечатляет это. Она мне все рассказала. Все, что было, что есть и что будет. А что будет? Плохое все будет. Ничего хорошего тебе дьявол не расскажет на твоем будущем. Потому что его будущее для тебя, оно непривлекательное. А Бог говорит, а я имею у вас намерение во благо. А не во зло. Чтобы дать вам будущность и надежду. А у дьявола, знаете, другое местописание. Ты умрешь, утонешь в своей собственной ванной. Захлебнешься в своей блевотине. Попадешь под машину. Тебя молния убьет. От тебя жена уйдет и заберет все твое имущество. Вот перспектива у дьявола. А Бог говорит, а я все это могу вернуть. Аллилуйя. Потому что Иисус сказал, приду, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь с избытком. Вот что Бог сулит нам. Поэтому нам нужно понимать, что когда человек не разбирается в этих вопросах и пытается, знаете, найти более легкий путь получения ответов. Конечно же, легкий путь, когда залез в карман к соседу, забрал сколько надо, пошел купил себе новый телевизор или холодильник. Говоришь, вот он, вот он Бог. Вот оно все. Я слышал свидетельство одного бывшего вора. Говорит, стою перед форточкой, молюсь, Господи, пусть меня никто не поймает. Залез, вылез, не поймали. Но только в этот раз. А потом сел надолго. Потому что люди думают, что Бог отвечает на все подряд молитвы. На все подряд. Знаете, на воровство, на прелюбодеяние. Господи, пусть жена не узнает, что я сегодня был здесь. И раз жена не позвонила, ничего не спросила, думаю, Господи, спасибо тебе. Какому Господу он молится? Какой Бог закрыл глаза жене? Это не Бог, который сказал, прелюбодеяние это зло. Прелюбодеяние это грех. Этот Бог не может закрывать глаза жене, когда муж прелюбодействует. И соучаствует. Ха-ха-ха, давай мы твою жену сейчас сделаем. Он говорит в 49-м псалме, ты думаешь, что я такой же, как ты? Нет. Я изобличу тебя. Ты грешишь и думаешь, что я вместе с тобой участвую там? Да ты соблуждатель. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Бог не таков. Взаимоотношения с Богом, это то, что для людей, для многих людей кажется сложным. Чем-то таким не особо привлекательным. Почему? Потому что приходится плоть угошать, а дух подымать. То есть в отношениях с Богом нужно работать над собой, над своим характером. Но не своей силой, разумеется. Знаете, мы сегодня, я не призываю нас сегодня к аутотренингам, каким-то там, с возможным тренингам по самосовершенствованию, на психологические тесты проходить. Нет. Я говорю сегодня о нормальных взаимоотношениях с Богом, где ты Бога ставишь, как своего Бога, которому ты поклоняешься. Поклонение Богу является очень важным моментом нашей личной жизни с Ним. Если ты ничего не знаешь, как жить для Бога, как меняться, от чего освобождаться, просто самое первое, что нужно тебе сделать, найти место, где ты будешь встречаться с Богом и поклоняться Ему. А как правильно? Ну, я скажу, для того, чтобы поклониться Богу, нужно как минимум два раза обойти вокруг земного шара. Да не надо ничего этого делать. Если сначала зайти туда, скажи, доброе утро, Господи. Я пришел тебе поклониться. Аминь. И что дальше? Поклоняйся. Подними свои руки. Выразь Ему свою любовь. Своё упование на Него. Кажи, Боже, я еще этого ничего не чувствую, но я просто говорю, поверь. Ты великий. Ты всемогущий. Ты святой, благой, добрый для меня, Господь. Потому что я уже читаю в Библии, там уже написано, что Ты отдал за меня своего Сына, и я благодарен Тебе за это. Выражая свою благодарность и говоря Ему о своей любви, о своем почтении, мы уже начинаем поклоняться Ему, потому что мы признаем Его выше всего в нашей жизни. Поклонение, когда ты склоняешься в своем сердце, в своей душе, даже на коленях физически, ты склоняешься перед Богом, выражая то, что ты Его почитаешь. Потому что люди, идолопоклонники, знаете, что они делают? Они действительно кланяются своим богам. Наверняка вы видели, как люди приходят в храмы, я не говорю сейчас об ортодоксальных церквях, это тоже там имеет место, но вот идолопоклонники, настоящие языческие страны, у них есть, буквально стоит золотой идол, то есть даже человеческого вида истукан, они приходят к нему, кланяются Ему, деньги приносят, благовоние, еду, одежду, детей своих во всех сражениях приносят. Этим богам, которые суть не боги. Мы с вами в этом сегодня почитаем. И вот что Бог сказал через пророка Иезекииля, что могу ли я отвечать своим детям, Израилю, а мы духовный Израиль, потому что все люди веры, судите Авраама. Так получилось. Если кому-то не нравится еврейство, можете быть свободны. А я вам скажу, еврейство, это означает принадлежность Богу. Единственный народ на земле, которого Бог избрал для своего народа, это евреи. И нравится мне это или нет, дух антисемитизма несут не случайно пришел в этот мир, потому что дьявол всегда, всегда, всегда желает уничтожить евреев. Не потому что они хуже всех, а потому что у них великий Бог. И поэтому они охотятся на евреев. И мы стали таковыми не по плоти, но по духу. И поэтому он говорит, Израиль, мой народ, и мы, дети Божьи. Аллилуйя. Кому-то нравится такая идея или нет? Только 5 человек, Боже. Остальные вы, ну, знаете, читаю недавно. Моя бабушка так сильно огорчилась, когда узнала, что ее Господь жит. Украинскую мову. Она так дуже, ну, она сильно огорчилась, когда узнала, что Иисус еврей. Она говорит, как? Мой Господь еврей? Оказывается, да. Так, дух антисемитизма, пошел вон отсюда во имя Иисуса. У меня такое ощущение, что вы сейчас побьете камнями. Наш Господь Иисус Христос еврей. Мы родились от веры в Него. Родились свыше. Получили усыновление. Бог нас усыновил. И назвал нас своими. Аминь. Дал нам благодать родиться свыше и идти в небо. Аминь. И мы будем спасены лишь потому, что мы поверили в Иисуса, как Господа и Спасителя. Аминь. И поэтому апостол Павел Духом Святым говорит, все люди веры, судейте Авраама. Аминь. Спасибо. И он говорит, все человеческие, эти люди допустили идолов в свое сердце. Даже не в жизнь, в свое сердце. И поставили соблазн нечестия перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Это Бог говорит Израилю и нам сегодня. Что если между нами и Богом стоит какой-то идол, которому мы больше верим, чем Богу. Больше верим, чем Спасителю нашему. Которому мы поклоняемся, кланяемся. Знаете, была история очень серьезная. Когда израильтяне, которых взяли в плен, иного ходоносца создал идола, истукана огромнейшего. Написано, что он возвышался над всем городами. Золотой, литой истукан. И сказал всему городу, закон, закон царя. Когда услышите музыку, трубный звук, всевозможный шум, падите лицом своим и поклонитесь истукану, которого я создал. Человек создал истукана, поставил посреди города и сказал, сейчас вот в такое-то время, в 21.00, ровно, все должны, услышав звуки музыки, упасть на лица свои и поклониться истукану, признав его истуканом. Представьте, все люди того времени, кто были в этом царстве, услышав музыкальный звук, звук музыки, упали в направлении лицами своими к этому истукану. Только трое стоят, странные люди. Все Драхми, Сахи, Авдинага. Из всего государства, все, вот так, трое стоят. Говорит, вы что, нормально вообще? Вы, наверное, глухие. А ну, давайте посмотрим, у нас там все нормально с ушами. Раз, 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 все, слышите меня? Слышат? Вы что, не поняли? Царь сказал, что мы все должны поклониться истукану. И если вы сейчас не поклонитесь, мы вас бросим в печь огненную. И вы там сгорите. Это казнь, это смерть, все. Давайте еще раз попробуем, еще раз попробуем. Они говорят, да хоть сто раз пробуйте. Мы рабы живого Бога, которому мы поклоняемся в своих тайных комнатах, которого мы любим, которому мы служим. А истукану, созданному человеку, мы поклоняться не будем, он не Бог. А наш Бог живой, он силен нас избавить и от смерти. А даже если не будет так, то, знаете, мы все равно не поклонимся истукану. Царь, конечно же, разгневался. Конечно же, для него это было неприятно. Как-то я создал идола людям. Истукану, вот он ваш Бог. Кланяйтесь ему, и все будет хорошо. И все поклонились, а эти трое стоят. Послушайте, вторая попытка была точно такая же. И тогда их взяли, связали и бросили в печь огненную. В семь раз сильнее разожгли печь, потому что так сильный гнев царя был. Говорит, бросайте больше угля, дров давайте. Я хочу уничтожить их, верующих. Это были верующие. Это были верующие. Настоящие верующие. Я надеюсь, вы поняли, о чем сейчас речь. Потому что наверняка там были другие верующие. По-своему. Которые думают, я сейчас немножко заночхуюсь, поклонюсь, а в душе стоять буду. Я поклонюсь, но внутри себя не отрекусь. А эти стоят, говорят, а наш Бог силен нас избавит. И гнев такой сильный был, что их бросили в эту печь. И написано, когда их бросили, эти мужи сильные, которые бросали их в печь, умерли от силы огня. Тоже упали замертво. Представьте. А эти трое печи встали и начали ходить внутри печи. Царь смотрит, говорит, спрашивает своего администратора. Слушай, а вы сколько человек туда бросали? Трое. Может, там еще один, кто бросал, тот затесался. Говорит, да нет, трое. А что там четверо ходят? Четверо? Раз, два, три. И написано, четвертый был видом, как Сын Божий. Я не знаю, почему они оценили. Может, там написано было, Господь Господь, Чайцарь, Царей. Я не знаю. Может быть, там написано было, Сын Божий. А может быть, его помазание такое сильное было, что он точно понял, что это Сын Божий. Но он ходил посреди этих троих. Четвертый человек. Аминь. И он тогда понимает, что с ними ничего не случилось, зовет их. Сидрах, Месах, Евдинаги, выходите. А они вышли. И написано, даже ни волосы не обгорели у них, ни одежды, даже запаха дыма от них не было. Даже воспоминания о проблеме не оказалось. Даже последствия этого не осталось. А не четвертый? Нету. А куда он делся? Как пришел, так и ушел. Ты не знаешь, откуда приходит Дух Святой и куда уходит. А? Они не поклонялись идолу, и поэтому Бог их спас. А они поклонялись живому Богу. Написано, блажен человек, в чем сердце упование на Господа. Это вопрос полного доверия, упования. Ничто не должно стать между нами и Богом. Я хочу вам прочитать еще одну историю. Это первая книга царства. Первая царства. Пятая глава. Со второго по пятой стихи. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона. И поставили его подле Дагона. Дагон это идол, истукан. И встали Азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле, пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. Бедный Бог упал. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле, перед ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе ноги его, и обе руки его лежали отсеченные. Каждая особа на пороге. Осталось только туловище Дагона. Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в капище Дагона и Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. В скобочках переступают через него. Вам ничего это не напоминает? А? Ничего не напоминает? Через порог нам насчет порога. А? Дети Дагона, да. Знаете, как ни странно, сегодня так много людей живут под страхом суеверия. Дагон, это был Бог Азотян. Они были идолопоклонниками. Они приходили в этот храм и поклонялись Дагону. Они верили, что он может дать солнце, дождь своевременную. Он может исцелить людей. Они верили в это. Пронесили ему в жертву людей. Дагон это был страшный Бог. В том смысле, как люди его преподнесли, разукрасили, как они из него сделали такого страшного Бога. Они постоянно Бога ждали. Но вдруг так случилось. Они забрали у евреев ковчег Божий. Ковчег это было место восседания славы и милости Божьей. Ковчег это был золотой ящик, полностью золотой. Полтора локтя на полтора локтя. И на локоть в ширину. И там были два ангела, херувима, с чеканной работой сделанной. Лицом к лицу к ковчегу, крышки, крыльями друг друга касались. И там в ковчеге лежал сосуд с манной. Две каменные скрижали с десяти заповедями. И жезл Ааронов рассветший. Миндальный жезл. И он там лежал. Это все было находилось в этом ковчеге. Они взяли его и забрали себе как трофей. Воевали с евреями. Забрали как трофей. И думают, вот. Но почему-то решили его принести в капище Дагона. А я скажу почему. Они хотели почтить своего Бога, который дал им победу над Израилем. И говорят, вот, это твой трофей. И победил великого Бога Израиля. И Дагон такой стоит, молчит. Серьезный, серьезный. Смотрит на ковчег и думает, какие вы дураки. Но он сказать ничего не мог. Он даже с места не мог пошевелиться. Потому что он каменный был. И наутро приходит, а затянет поклониться своему Богу. Еще принесли там кучу всяких жертв, пожертвований. А их Бог лежит лицом на земле. К земле упал. Знаете, у него головокружение случилось. Он упал. Представьте, какой ужас был у этих а затян. Вы знаете, я увидел в этой истории интересный момент. Бог решил даже их святыню не разрушать сразу. Знаете, просто Дагон упал. Ничего не отпало от него. Просто он упал. Это было конкретное свидетельство того, что Бог говорит, ваш Бог пал уже. Они не поняли. Они поставили, думали, что может мышка пробегала, хвостиком махнула. Только в сказке. Они поставили его снова. Опять Дагон стоит. Уже глаза пошире открыл. Говорит, ребята, что вы делаете? На утро приходит, мы читаем, что только туловище осталось. Ни рук, ни ног, ни головы. Все разбросаны по всему капище. И они были в ужасе. И поняли, что что-то здесь не то. Не просто мышка бежала. А кто-то еще здесь поработал. Вандал. И что подсекал у нашего Бога руки, ноги и голову. И туловище лежало на пороге. Конкретно, не заходи сюда. Конкретно, это не Бог. Конкретно, не сражайся с Богом всемогущим. Аминь. Но, знаете, у людей все равно мозги так повернуты были на идолах. Что они поняли, что что-то не то с ковчегом. Но, тем не менее, настолько почитали своего Бога. Что не наступали на порог с того времени. Когда это туловище Дагона лежало на пороге. И закон был не наступать на порог. Потому что ты таким образом наступаешь на своего Бога. И сегодня у нас люди говорят. А то денег не будет. Через порог ничего не давают, а то потеряют. Знаете, для многих людей в нашей нации Суеверие является Богом. Идол страшной силы. Спрашиваем одной сестры, а зачем здесь булавочка? На всякий случай. Представляете? Это в мозгах настолько глубоко. Вера в Суеверие у нас сегодня намного сильнее, чем вера Богу. Церковь. Я думаю, что сейчас здесь большинство людей прокручивают в мозгах. До сих пор есть Суеверие в голове. Честно скажите. Кто там скажет? Одна сестра честная. Спасибо, Татьяна. Вот Бог тебя освободит сегодня. А знаете, понимаешь, что мы до конца не осознаем, насколько мы этому Богу Суеверия поклоняемся на самом деле? Чем? Да тем, что исполняем его приказы. Прицепи булавку, я сказал. Прицепи булавку. Не говори никому, что ты беременный. Ты шо? Сглазят. Ребенок не родится. Мне дал Бог недавно опять-таки на фоне этой проповеди мысль такую. Люди веры должны не то, чтобы скрывать свою беременность, а должны верить и говорить, я верю, что он будет такой, такой, такой. Я верю, что он будет самый лучший. Мой Бог дал мне это дитя, и он будет самый лучший. Аминь. Потому что от Суеверия приходит страх, а от веры приходит уверенность. Аминь. И когда мы верим Богу, мы знаем, что Он за нас. Мы знаем, что Он нас искупил, избавил, дал свое Святого Духа, являет свою славу. Мы боимся не угодить какому-то Богу. Молчи! Там, булавку поцепи, через порог не наступай, и прочие вещи. Я даже, честно говоря, даже не знаю новшестей. Кто расскажет, какие-то новости по поводу Суеверия? Что еще нельзя делать? Девять дней. Девять дней. Вот она правда. Все-то вы знаете. Зеркала закрывают. Мусор не выносят. На какие-то деньги на наш не дают. И значит, что у нас есть одна семья в церкви, которые в своей жизни настолько соблюдали все заповеди Суеверия, абсолютно все. Поняли, да? Тщательно. Настолько, что они были помешаны просто на этом все. Что, когда пришли в церковь, у них жизнь была полностью разрушенная. Сын наркоман, у дочери Базедова болезнь, которая девчонка молодая, 16 лет, а у нее глаза вот такие, вот такая вот щитовидка. В семье просто нет жизни. Все разрушено. Бог, милостью Божией, освободил их от этого Суеверия, и у них в жизни все начало налаживаться. Аминь. Они начали получать исцеление. В отношениях сын, дочь. Сегодня все по-другому. Абсолютно все по-другому. Знаете, что? Речь потому, что люди думают, что духовный мир, он связан с этими идолами. Я вам скажу, что наш духовный мир связан с Богом. Он говорит Израилю, не поклоняйся чужим богам, не воскуряй им, не обращайся к гадалкам, ворожеям, вызывателям духов, мертвых. Он говорит, не обращайся к чревовещателям, ибо это мерзость перед Богом. Из-за этих грехов Бог изгнал эти народы от лица твоего с их земель. Представьте, люди не понимали, что когда они поклонялись идолам, богам своим, которые они все придумали, гадали, ворожили, занимались оккультизмом, это было для Бога основанием выгнать их с их земли. И даже некоторые страны уничтожить полностью. А евреев туда поселить? Вот почему евреев не любят. Поняли? Бог забирает у идола поклонников, отдает своим детям. Конечно, кому это будет нравиться. А где же их боги? А где же их боги? Почему они их не защитили? Да потому что они мертвы, их нет. Они просто идолы, истуканы. Но проблема в том, что когда Бог говорит о своем народе, через пробку из Езекииля, что идолы стоят в их сердце, выдолы в сердцах у народа моего, говорит Бог. И они ставят перед собой предназначение нечестие, то есть живут нечестной жизнью, нечестивой жизнью. Он говорит, могу ли я им отвечать? Конечно, нет. Конечно, в этом проблема. У кого дома жаба стоит? В смысле, лягушка. Я вам скажу, вы мечтаете разбогатеть тем, что у вас лягушка стоит в углу, в правильном углу по фэншую. С монетой во рту. И чем больше лягушка, тем больше квакушка. Тем больше денег будет. Люди защищаются. Жабу делают все толще. Чем больше жаба, тем больше денег. Я расскажу вам одну историю. Так случилось, что мне пришлось обратиться с моей машиной в один сервис. Это было несколько лет назад. И они мне там плохо сделали. Действительно плохо. Халтура полная. И знаете, я говорил, ребята, не делайте это. Вы неправильно делаете. Ну, знаете, они... Все нормально. Я же не стал воевать. Но зато у них такая жаба стояла на столе. Вот такая. Реально. Я зашел, я был, ну... Но так получилось, что мне там по страховке нужно было именно у них надеть. По гарантии. И... Но они взялись. Сделали плохо. Я до сих пор выдыхаю их ошибки. Неправильные действия. Но... Знаете, я помнил, говорю, Господь, не дай нечестим вас даже оставать. Ну, не дай, Господи. Потому что это будет неправильно. Если они меня наказали, они сами будут торжествовать. И знаете, что? Они исчезли. Они перестали существовать. А у них был поток машин. Сегодня их нет. Они потеряли работу. Что-то произошло. Я не знаю даже, что. Я не расследовал. Просто знаю факт. Я знаю, Бог поругаем не бывает. Он на стороне своих детей. Аминь. Я не то, что там, знаете, я не желаю зла. Не хочу желать зла. Конечно, возникает желание взять шашку и всех порубать. Потому что так поступать нельзя с людьми. Но я же христианин. Я смиряюсь перед Богом. Я знаю, что если я буду шашкой идти, Бог ничего не сделает. А если я буду благооставлять, если я буду молиться по Писанию, тогда Бог вмешается. Вот такая вот палка о двух концах. Хочешь сам мстить? Иди мсти. Но тебя тогда и этой же палкой по голове надают. Я спрашиваю у пастора Альфонзо. У тебя есть пистолет? Он же живет в криминальной стране. Страшно криминально. Ежегодно пять тысяч людей умирают, погибают в их маленькой стране от убийств. Пять тысяч людей. Просто, чтобы забрать мобильный телефон, стреляют в голову пистолета. Бук, забрал телефон, пошел. Ужас. Я говорю, у тебя пистолет есть? Он говорит, а зачем? Взявший из пистолета пистолет его погибнет. И поэтому, это по Писанию. Взявший меч, от меча умрю. Поэтому, говорит, я доверяю Богу. Я живу в полной доверии Господу. Придет время умереть. Уйду на небо. Как было в случае с нашим служителем, другом Терри Майс. Он рассказывал историю страшную. В него несколько раз подряд стреляли в голову прямо притык приставленным пистолетом. И говорит, и пистолет давал три раза осечки. Так что этому убийцу пришлось по голове ему ударить пистолетом и сбежать. А он говорит, а я его подобрал на дороге. Он ехал на машине. Он остановил. Я хочу подвезти же его. Все, ну, как христианин. Начал ему говорить. А смотри, он раздражается от этого. В итоге он остановил машину. Он говорит, стой. Он не выдержал проповеди. Выскочил пистолет к колбу. Сейчас я тебе застрелю. И начал. Это пустыня. Там, знаете, не наши дороги. Там никого нет. Там сотни и тысячи километров без населенных пунктов. И прямо там среди поля пистолет приставил. Он говорит, если пришло время. Он говорит, если Бог позволит, ты меня убьешь. Вот так он сказал. И он такой еще больше злой. Раз, два, три. Три раза осечки. Полный пистолет. Он ударил по голове и убежал. Представьте. Так что если. Если что. Идолы. Возвращаемся к идолам. Они становятся на пути. Бог не может нам отвечать. Если между нами и Богом есть идол. Вы слышите? Он не может нас услышать. Если между нами есть идол. Хочу вам больше сказать. За каждым идолом стоит нечистый дух. За жабой стоит дух жадности. Мамона. Конкретно это дух. За суеверием стоит тоже злой дух. Суеверием. Обольститель. Лжеучение. То есть. Я как бы не могу. Сейчас не буду перечислять имена все. Но за каждым идолом стоит нечистый дух. Была одна история. Кеннет Хейген встречался с Иисусом. Очередной раз, когда Иисус с кем его явился в комнату. Он начал с ним общаться. Говорит. И как с другом разговаривать? Сидели друг там против друга. Вдруг между нами. Выскочил. Кутанин возьмись. Какой-то бесенок. И начал прыгать. И говорит. Я слышу, что голос Иисуса все тише и тише. Я его уже не слышу. Потому что этот бесенок между нами прыгает. Там что-то пищит. Я говорю. Я кричу. Иисус. Ты что не видишь? Скажи ему, чтобы он ушел. А Иисус как будто не служит его и продолжает говорить свое. Представьте. И потом приходит какое-то понимание, что я говорю. Пошел вон отсюда. Дух нечистый. Во имя Иисуса. Раз и исчез. А Иисус как будто ничего не произошло. Продолжает говорить. Как речь не закончена. То есть не останавливаем. Говорит. Господь. А ты видел? Он говорит. Видел. А что ты не остановил? Он говорит. Да потому что я тебе дал власть. Извинять этих бесов. Я вам дал власть. Наступать на земель, скорпионов и на всю силу вражи. У вас на земле есть помазание и сила запрещать нечистым духом. Изгонять их в своей жизни. Послушайте. Бог не слышал из этого брата нашего, Кеннета Хегена. Он не слышал Бога, хотя он продолжал говорить. До тех пор, пока бесенок, дух нечистый, стоял между ними. И когда он его выгнал, все ясно стало слышно. До тех пор, пока между нами и Богом стоит какой-либо идол. Золото для кого-то идол. Дети для кого-то идол. Мужья, жены, красота, спорт, политика. Любое увлечение может стать идолом. Любое. Любая забота может стать идолом. До кого-то чрево угодит этот идол. Так люблю поесть, что мечтаю ночью про булочки и днем про котлеты. Для людей идол бывает кухня. Знаете, у людей, у которых есть проблема, они знают, я так как болезнь ее расцениваю. У человека, человек не выносит какого-то неустройства. Перфекционализм, наверное. Но это, наверное, не как болезнь, а как это звучит, как форма проявления его вот такого вот заботы. Он, у него все должно быть совершенно. Он не терпит мусора нигде. И он просто у него трясет всего, когда где-то пылинка на полу оказалась. И люди, для них это страшное страдание. Представьте, он не может находиться нигде в гостях, потому что для него это все раздражает, его уничтожает просто эта атмосфера. Дома он только теми занят, что у него все построены по стойке смирно. А? Ну, может быть, идеалист. Вот, но это болезнь. Но он сделал для себя идолом красоту или какое-то устройство, какой-то внешний порядок, внутренний порядок. Знаете, из многих вещей в нашей жизни может быть идол. До тех пор, пока что-то стоит между нами, мы не будем слышать Бога. Потому что он говорит, могу ли я отвечать. Потому что человек этому кланяется. Он на это уповает. Ему это дает жизнь. Его это вдохновляет. Эти идолы, они человека контролируют. Невозможно быть свободным до тех пор, пока у тебя что-то в жизни может тебя контролировать. Почему Павел говорит, все мне позволительно. В нашей церкви, я говорю, когда люди спрашивают, а что, можно курить? Я говорю, ну, конечно. А пить? Ну, разумеется. Все же пьют. А, и то можно? А, и вот это? А что это у вас за церковь такая? Я говорю, да потому что, если я тебе скажу что-то нельзя, ты скажешь, а я не могу этого бросить. И тогда я уйду из церкви. Я говорю, нет. Просто все позволительно, но не все полезно. И дальше он продолжает. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Вопрос не в том, что я поощряю здесь грехи и вредные привычки. Ни в коем случае. Но я просто хочу сказать вам, что если вы будете бросать курить из-за того, что я это говорю, польза вам, ни вам, ни царству Божьим, ни меня от этого не будет. А если вы это сделаете ради Бога, чтобы между вами и Богом не стояла сигарета. Потому что она будет препятствовать вам получению ответов. Я вам точно говорю. Наркомания, алкоголизм, прелюбодеяние. Все знают грехи, которые мы совершаем. Все знают. Но просто что мы пытаемся приукрасить. Значит, сигарета с тремя фильтрами. Ультра-тонкая, но сигарета. Суперлегкая, лайт. Запахом лимона. С цветами, нарисованными прямо на этом самом, на самой сигарете. И в подарок губная помада. Как отказаться? Ну как? Ну, ну. Она же ультра-тонкая. Ультра-легкая. С тремя фильтрами. Ничего вредного. Как бросить вообще? Оно тебе вообще не нужно. Это то, что тебя привязывает. Связывает. И лишает реально слышать Бога. Можете себе представить? Я стою на молитве. Господь. Я тебя так люблю. Или с пивасиком в ручке. Ты знаешь, Господь. И такое помазание приходит. Просто накрывает. Я не верю в это. 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 Под наркотиком можно только бесов услышать, а не Бога. У меня есть один человек, наш друг. Ну, он сейчас уже ушел из жизни. Мы с ним учились в институте библейском. Он мне рассказал одну историю. Он кололся наркотиками. Я говорю, в какой-то момент. Я вдруг начал видеть духовный мир. Я говорю, причина, почему он пришел к Богу. Он говорит, однажды иду. Я говорю, вдруг я вижу себя со спины. Вышел из тела. Я продолжаю идти. Или, ну, в общем, со стороны. Со стороны. Я говорю, и вижу у себя на плече огромную уродливую морду. Бесюка. Которая корчит рожи. Смеется мне в лицо. А я иду, говорит, как зомби. Я говорю, я так возненавидел этот грех. Я побежал в церковь и покаялся. То есть, он рассказывал духовную реальность. Знаете, мы знаем, что есть много... Кто читал «Мастера Маргарита»? «Мастера Маргарита». В школе изучали, там, фильм видели. Знаете, этот человек Булгаков написал эту пьесу или эту книгу под наркотиком. Он употреблял наркотики. И написал «Евангелие от сатаны». И назвал это «Мастера Маргарита». Кто думал, что это хорошее произведение классическое. Я вам скажу, это бессюки написали это произведение. Потому что он употреблял наркотики. И писал под наркотиком эти вещи. Высмеивая Иешуа, ставив его в такую странную позицию. Пилата каким-то образом его возвысил и все такое. То есть, наркотики и остальные транквилизаторы, и остальные стимуляторы, они никогда не могут человека сделать свободным. Все, что нас связывает, лишает нас общения с Богом. Все идолы, которые стоят в нашем пути, они не дают Богу проговорить в нашу жизнь. Мы не можем его услышать. Знаете, это было бы неправильно, если бы человек употреблял все, что можно. Жил как ему нравится. Стояли у него жабы дома, везде обереги, везде всевозможные идолы. И он приходит, а Бог ему откровение дает. Он приходит и говорит, ребята, я знаю, где вообще ответы. Заходишь к нему домой, а у него все понятно. Кроме Библии все есть. И он говорит, а я Бога слышу, а он мне отвечает. А я знаю, что нужно делать. Пророчество все исполняется. Представьте, молиться за людей, они исцеляются. Беса выгоняют. Я скажу вам, тогда это вообще непонятно, что это за Бог такой. Потому что Бог выгнал целые народы из-за этого. Перед лицом своих детей. Но знаете, что милостью Божией такого нет. Такого не происходит. Никто из идолопоклонников не может знать Бога лично. Идолопоклонники, они поклоняются идолам, мамоне, суевериям, жабе. В смысле жадности. Понимаем в этом смысле. И они не могут быть людьми, с которыми общается Бог. Напрямую. И он их хорошо слышит. И он им отвечает. И нехорошее взаимоотношение. Он говорит, удали идолов из сердца своего. Удали идолов из жизни своей. Апостол Яков говорит. До ревности любит дух, живущий в нас. Бог ревнует о нас. Он любит нас так сильно, что ревнует нас, когда мы уклоняемся в идолопоклонство. Когда мы уходим в какую-то сторону, в упование на кого-то другого. Мы можем уповать на деньги. Я еще раз вернусь к мысли. Что люди очень часто строят свою жизнь. Не на основании веры, зная, что Бог усмотрит. А на основании своих заработков. На основании своих финансовых возможностей. Я вам скажу, это тонкая граница. Ничего плохого в этом нет, когда ты рассчитываешь на свои финансы. В смысле, по своим финансовым возможностям ты можешь приобретать что-то, собирая покупать. Но в твоем сердце не должно быть слова даже звучать, что деньги мне не позволяют. Забудьте это, отрекитесь от этого слова. Никогда не приходите за покупками. Сразу же первое, что вы бросаете в глаза, цены. Научитесь хотя бы взгляд переводить. Хоть на время. По вере поживите. Аллилуйя. Войди и посмотри. Скажи, мне это нравится, Господь. Я рассказывал эту историю много раз. В моей жизни были случаи, когда я сначала заходил в магазин. Но реально для меня это было нереальные возможности. Заходил, примерял. Заходят такие два студента. Одевают там костюмчик от какого-то карте. И, ну как мне идет? Ну ладно, пошли. Померил, ушел. Но знаете что, пришло время, когда получил откровение о том, что я не от денег живу, а от Бога. Я помню четко, когда Бог сказал в мое сердце, когда начали подниматься цены на бензин. Это много лет назад. Я начал чувствовать, ну ты не такой сжимается у меня все, потому что я понимаю, что оплачивать это такой дорогой бензин. Когда бензин еще был по 2 гривны, у меня же все на то и сжималось. Я говорю, Господь, а знаете, что мне это? Я четко услышал. Это был один из тех раз, когда я знаю точно, что Бог мне со мной говорит. Он говорит, ты не зависишь, и твоя жизнь не зависит от цен на бензин. Иисус сказал, напомнил на слово, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека не зависит от того, какая у него зарплата, какая у него пенсия. Жизнь человека не зависит от этого. У Ильи не было пенсии, не было зарплаты. Но утром и вечером, во время голода во всей стране он ел хлеб и мясо. Утром и вечером Бог кормил его. Не всем это было по силе. Он был человек Божий. Праведников Бог слышит. Аминь. И он обеспечил его. Жизнь человека не зависит. Скажи, давай со мной вместе скажем. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. От изобилия его имения. Утвердись в этом, церковь. Жизнь человека не зависит от исполнения заповедей суеты, заповедей суеверия. Жизнь человека не зависит от того, какие у него стоят дома картинки, какие изображения на стене, какие истуканы в углу. Жизнь человека не зависит. Жизнь человека не зависит от предложения этого мира. Мы живем и зависим полностью от Бога. И если мое сердце ему принадлежит, все, что есть во мне его, то тогда он даст мне свое обеспечение, благословение, благоволение, защиту и все прочее. Еще одна история из Библии. Бог сказал Аврааму, что у него будет сын. Родил Авраам, когда ему было 100 лет. Исаак, любимый сын. Можете себе представить, долгожданнейший, любимейший, самый лучший. И вдруг Бог ему говорит, когда Исааку 13 лет, принеси его во все сожжения мне. Вот и Зид. Зачем ты мне его дал, чтобы сейчас я его принес на все сожжения? Знаете, не написано, что Авраам стал спорить. Он собрал сына своего и повел его на гору моря, чтобы там принести его во все сожжения. И там уже, когда он положил его на жертвенник, связав, занес руку, даже есть картины знаменитых художников, которые рисуют, он держит Исаака, голову отвел в сторону и нож занес. И уже все, вот он момент, когда сейчас внутреннее состояние, готовность. Это не была история театрального представления. И знаешь, что через пять минут все закончится. Аллилуйя. Это было конкретное жертвоприношение сына. И он уже, знаете, вот бывает момент, когда ты готов. Кто из вас прыгал когда-нибудь со скалы в море там или в бассейне с этого трамплина? Ты стоишь, и вот есть такой момент, когда ты уже все сказал себе, да, я пошел. Вот этот момент, он очень важен. Потому что пока ты стоишь еще, думаешь, ну, есть еще шанс передумать. Это еще не момент истины. Момент истины, когда ты сказал, все, прыгаю. Это момент истины. И ты, знаешь, в этот момент ты обрезаешь себе путь назад. Это называется точкой невозврата. Когда внутри тебя назад уже дороги нет. Внутри тебя. И вот он занес, и все, была уже точка невозврата. Еще одна секунда, и он ударит своего сына. Ангел появился, неизвестно откуда. Стой! Не делай ничего сыну твоему. Вот теперь я вижу. Господи, теперь видишь? Говорит, да, вот теперь я вижу, что ты боишься Господа Бога твоего. У меня все мокрое. Я весь вспотел. У меня ноги трясутся. Я уже с сыном попрощался. И ты говоришь, теперь вижу. Он говорит, ну а ты как думаешь? Я хочу, чтобы у тебя не было идола ни в каком виде. Даже в виде Исаака. Чтобы ничего между тобой и мной не стояло препятствием. Когда ты готов от всего, что есть в этом мире, отказаться ради Бога, тогда ничего между тобой и Богом не стоит препятствием. Тогда ты можешь знать, что ты действительно будешь слышать Бога. Он будет тебе отвечать, ты будешь его слышать. Ты будешь правильно его понимать. Потому что ничто в этом мире не стоит препятствием между тобой и Богом. Аминь. И подумайте, что сегодня, с чем сегодня мы не готовы расстаться ради Бога. Ради принципов Царства Божьего. Ради исполнения заповедей Христа. Что сегодня вам препятствует? У нас была одна история. Много историй по этой теме. Одна женщина ходила к нам в церковь. Но она жила на сожительство с одним мужчиной. И она пришла к церковь, сразу сказала, Господь, я люблю тебя, там все покаялась. И сразу же с ним рассталась, потому что, ну, ей объяснили, что это неправильно. Так получилось. Нашли правильные люди, христиане, которые сразу рассказали правила жизни во Христе. И, конечно же, ей пришлось сразу же напрячься. Пошла к этому человеку и сказала, все, извини, я пошла в церковь. Он покрутил у виска. Она говорит, я с тобой жить не буду, потому что мы с тобой в блуде. И она начала ходить в церковь, все вроде хорошо, но пришло время, когда она приходит и говорит, пастор, мне нет за что жить. Я не знаю, не могу найти работу. Этот человек меня обеспечивал, я к нему возвращаюсь. Она для него не умерла. И она к нему вернулась, она в церковь не вернулась. Она в церковь не вернулась. Потому что она нашла себе источник доходов. Она нашла себе обеспечителя. Она нашла себе покровителя. В церкви ее нет. Идол стал между ей и Богом. Внутри нее. Не столько он навязался. Человек внутри себя принимает этих идолов. Он туда их поселяет. Внутри нас стоят эти идолы. Вы слышите, нет? Человек выбирает блуд. У нас таких ситуаций не одна. В церкви, когда люди из-за греха, блуда, уходят из церкви. Когда я им говорю, ребята, вам нужно жениться. Если вы уже согрешили. Ребята, вам нельзя так дальше жить. Это неправильно. Между вами и Богом есть преграда. Вы не можете стоять, находясь в блуде, подняв руки к небесам. Это все равно, что с сигаретой и с пивом, как я показываю. Это та же ситуация. Бог услышит нас. Да не услышит. Не услышит. Вы слышите или нет? Да не услышит. Потому что иначе бы он тогда ничего не говорил по поводу прелюбодеяния и блуда в своем слове. Ничего бы не написал. Или написал бы так скользко. Но нежелательно иметь половые отношения вне брака. Он бы так сказал. А так он говорит, что блуд и всякая нечистота, да будут удалены от вас. Конкретно. Прелюбодеев судит Бог. Что еще? Но нужно какие-то местописания особенные придумать, чтобы человек понял, что это грех. И что он стоит на пути получения от Бога ответов. Глухонемой Бог, он не глухонемой, потому что он лично потерял эти способности. А для нас он становится глухонемым, когда между нами и Богом стоит какой-то идол. Кто-то ради бизнеса не может в церковь ходить. Не может поставить приоритеты. Правильно. Кто-то ради своего огорода не может это делать. То есть, а как же? Знаете, люди... У нас было время, когда люди пешком ходили с левого берега на собрание сюда. Зимой, холодина, дождь. А маршруток не было тогда. 1997 год. Трамвай и общественный транспорт. Общественный транспорт остановился. А люди в церковь идут. Ох, там молитва будет, там поклонение. К нам сюда ездил два брата, точнее. Один брат катил другого на коляске. В течение нескольких лет даже. Приезжали сюда. По-моему, где-то под аулами они жили. На Украинке, правильно. Катал сюда на коляске. Ногами. Сначала на Камчатску он его возил. Петя. Я сейчас помню этого брата, который умер. А его брат катал на коляске. С верой, что Бог исцелит его брат. Много лет. Пешком. Сюда. Вечером заканчивается собрание. В девять он едет на коляске. Катя домой. Во сколько он приезжал, даже не знаю. Знаете, а у нас вечно какие-то такие странные причины. Не пойти, не попоклоняться, не помолиться. Не услышать Бога. Там муж сказал, останься сегодня дома. Ну, я и осталась. И ты, муж твой, пойдете в ад. Если ты не поймешь, что от Бога жизнь приходит. Не от мужа. Муж хороший, да, слава Богу. Ну, знаешь, нельзя его поставить выше Бога в своей жизни. Нельзя. Ни мужа, ни жену. Нельзя. Это катастрофа. Если кто-то в твоей жизни старше, выше Бога, в твоих глазах, в твоем сердце, то все. Я не говорю сейчас, я не призываю к вражде. Я призываю к ревности, ревновать о том, чтобы все-таки Бог расположил сердце мужа, жены. Но чтобы не было препятствий ходить на собрание. Эти люди приходят и говорят, пастор, я не могу ходить в церковь. Вот семейное обстоятельство. Говорю, а сколько ты об этом молился, постился или молилась, постилась. Знаете, ответа нет. Потому что, на самом деле, хочется решить как-то на уровне психологии этот вопрос. А не решается. Бог, не увидев в твоем сердце ревность, Он оставит все как есть. Все как есть. Сам решай, сам решай. Ходить, не ходить. У меня был в жизни случай, когда мои родители сказали, мы от тебя отрекаемся из-за того, что ты ходишь в такую церковь. Это прозвучало вслух. Потому что они сказали перед этим за две минуты, или ты отрекаешься от Бога, либо мы отрекаемся от тебя. Я говорю, добро пожаловать, Царство Небесное. Я от Бога никогда не отрекусь. Это не вымысел для меня. Это не фантазия. Я знаю о Боге не понаслышке. Это не то, что мне рассказали люди с улицы. Я пережил с Ним встречу. Как я могу от Него отречься? От моего Спасителя. От того, кто пролил за меня свою кровь. Отдал свою жизнь. Страдал так сильно. Как я могу от Него отречься? Который сказал мне, иди ко мне. Снял с меня позор греха. Освободился от меня влияние этого мира. Как я могу от Него отречься? Я сказал, я отрекаюсь. То есть я не отрекаюсь от Бога никогда. Не отрекусь никогда. Тогда мы отрекаемся от тебя. Но знаете, прошло время. Никто не вспоминает этот случай. Но я не отрекся от родителей. Они от меня, да, в то время. Но я от них не отрекся. И в итоге у нас сегодня хорошие взаимоотношения. В итоге они сегодня получают молитвы. Они сегодня слушают слово. В итоге сегодня совершенно другая жизнь. Но знаете что? А если бы я тогда сказал, ой, дорогие родители. Да, конечно. Давайте я буду более лоялен в этих вопросах. Я не буду так часто ходить в церковь. Я не буду Богу поклоняться. Я не буду проповедовать. Ну, лишь бы вот вам, вас не раздражать. Я буду ходить на ваши огороды работать. Я буду с вами строить там теплицы, дома. Там что угодно делать. Лишь бы вы знали, что я вас почитаю больше, чем Бога. Знаете что? Я бы в тот момент отрекся бы от Иисуса. И что бы я приобрел? Да ничего. Плод приобрел. Но сегодня я во Христе. Сегодня я с Господом. Мне отец говорил, да твое увлечение через 5 лет закончится. Имея ввиду христианство. Уже прошло 19 лет. А я все в той же силе, еще и даже больше. Аллилуйя. Меня наслаждает это. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Скажите честно, вы сейчас способны слушать еще 10 минут? Аллилуйя. Ну что, есть еще одно местописание, очень важно. 1 Коринфянам 8. 1 Коринфянам 8. С 4 по 6 стихи. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного. Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Услышите? Еще раз почитаем. Мы знаем, что идол в мире ничто. Да. Ты же идол в мире ничто. Идол в мире ничто. Что бы ты ни построил свою жизнь как идола, он в глазах Божьих ничто. Ноль. Уповаешь на огород свой, Бог сделает так, что огород не даст урожая. Знаю истории, когда люди сажали 10 видер картошки, а убирали 5. Вот такой горох. Даже меньше. Были истории. Ой, такая погода. Вот так получилось. Птички не там крякнули. Поэтому такой урожай. Это просто Бог не благословил твой огород. Да. И все. Потому что ты идолом сделал свой огород. А как же? Там же надо днем и ночь. Послушайте. Бог сказал, шесть дней работай, а седьмой Господу. Святи день субботний. Так он говорит. Слово субботний означает слово суббота в нашем календаре. Субботний это день покоя. Шаббат. Он говорит, святи этот день для Господа. Отделяй его. Святи это значит отделяй. И поэтому, сколько бы ты ни работал, седьмой день, если будешь работать, там два раза будет больше жуков, два раза больше будет гусеницы, два раза больше будет бурьяна. Потому что Господь ревнитель пришел на собрание в день субботний. А где мои возлюбленные, которых я так сильно люблю, на которых отдал свою жизнь, рыл свою кровь. Ангел говорит, разрешите доложить, сэр, все твои возлюбленные, которые ты думаешь, он, смотри, спины торчат. Они жукам поклоняются. Когда вы же, твари, перестанете лезть на мои огороды? Когда вы перестанете есть мою картошку? Знаете, лучше с такой ревностью к Господу. Аминь. К Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Не поставь перед собой никакого идола. В мире идол ничто. Он не поможет тебе. Никакие твои придуманные боги, они тебе не помогут. В нашем языческом государстве, в стране, в Советской Руси, в Киевской Руси, люди поклонялись Зевсу, Ермию, всевозможным богам солнца, полей, ветра, воды. Даже кто-то из вас знает, что такое Нептун? Это бог морей. Греческий бог морей. Мифологический. Но люди все равно в это верили. И приносили в жертву этим богам и еду, и одежду, даже людей. Знаете, они жили этим. Так вот, нам кажется, что мы уже вроде бы как не язычники. Вроде бы в это не верим. Но в то же время у нас есть идолы, от которых я сегодня упоминал, которые стоят, и мы им кланяемся. Не в видимом мире, а для кого-то и в видимом мире. Потому что, знаете, если у вас дома висит над входом вот такой венечек, это не для уборки пыли. Я вам честно скажу, когда я впервые увидел в Западной Украине этот венечек, я думал, это классное украшение. Знаете, как природа, там, венечек, там, и там какие-то штучки приклеены к нему. Я думал, это сувенир просто. Говорю, а что это? О-о-о. Это, чтобы нечистых духов в своей оселе выгонять. А-а-а. Они побачат венек и не зайдут до своей осели. О-о-о, страшный венек. Бо там нарисованы специальные штучки. Знаете, я когда узнал, то я просто внутри себя рассмеялся. Боже, думаю, Боже, во что люди вообще верят? 21 век, все образованные. Куча знаний, а верят в такие глупости. Целуют то, что нарисовано, называют это актом веры. Хорошо, хоть не другим актом. Павел говорит, что идолы в мире ничто. Аминь. Ибо, читаем дальше. Ибо, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо, хотя и есть так называемые боги, они существуют. Мы уже с вами сегодня об этом говорим. У людей их видно. Они стоят у них везде. Они об этом говорят. Они в это верят. Ибо, если есть, то есть, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов. И Господь много. Но у нас один Бог, Отец, из которого все, все, и мы для Него. И один Господь, Иисус Христос, которым все, и мы им. Аминь. И еще продолжим. Первый Коринфянам. Десятая глава. Седьмой, четырнадцатый и с восемнадцатого по двадцать второй. И мы закончим. Хорошо? Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и стал играть. Это речь идет об Израиле, когда Моисей ушел на гору, а они сделали себе литого тельца и сказали, вот наш Бог, который вывел нас из Египта и ведет нас в землю обещанную. Итак, возлюбленные мои, убегайте и дала служение. Убегайте! Нельзя оставаться в таком, ну, среднем положении. Ну, есть, ну, и ничто, ну, еще пусть постоит. Знаете, в нашей жизни, в нашем начале христианства, как-то пришел момент, я даже не помню уже, с чего это все было, но я вдруг понял, что мне нужно из дома поубраться все, что связывало меня с прошлой моей жизнью и увлечениями. В смысле оккультизм, в смысле суеверия, в смысле ненужная литература. И я пришел домой, мы пришли домой из сослужения, карты выбросили, выбросили оккультную литературу, все возможные статуэточки, все возможные там изображения, плакаты. И все это мы уничтожили, предали огнем. То, что горит, предали огнем. И потом уже, я потом, впоследствии прочитал, как это было в служении апостола Павла, когда они вошли в какой-то город и проповедовали в такой силе, что люди того города начали выносить на центральную площадь оккультную литературу. Вот такое помазание было, такая проповедь была, что нет иного Бога, что оккультизм это проклятие, это разрушает нашу жизнь. И они начали выносить оккультную литературу, магию, всевозможные там экстрасенсорные эти вещи начали выносить. Вы думаете, что тогда не было этих экстрасенсов? Были они всегда были, всегда были. Симон Волк, он был экстрасенсом. Он не был, знаете, таким любителем, магом-любителем. Он был конкретным, он волхвованиями своими у земля людей. А потом пришел Филипп и благовестовал бы Иисусе Христе. И все покаялись. Аминь. И написано, что сложили цену этих книг на 50 тысяч драхм. Это огромная цифра. Для Асты почти ничего не значит. Но давайте возьмем 50 тысяч долларов, это много. Вот где-то так. Вот столько стоили тогда эти книги, которые сожгли на центральной площади. Кто-то посчитал даже это все. Почему они это сделали? Да потому что Бог пришел в этот город, чтобы спасти их. И первое, что они начали делать, это выносить из своего дома, из сердца, из разума, вот этот оккультизм. Вы поняли? Послушайте внимательно. Я вам говорил, что проповедь очень серьезно и достаточно как учение, но глубокое. Когда приходил царь в Израиль, какой-либо. Первое, чем он занимался, либо он уничтожал идолов в Израиле и убирал любые поклонения, кроме Богу живому. Либо он еще больше их насаждал. Мы читаем об этом точно. Вот читайте хронологически. Вот все царство, паралипоменон. То есть, посчитайте. И вы увидите, пришел царь такой-то и вырубил все дерева, перед которыми поклонялись Валу и другим. Пришел другой царь, насадил это все. И вот с этого начиналось их царство. Одни хотели угодить Богу цари, а другие людям. Потому что в народе. Представьте, если бы сегодня появился правитель, который сказал, я верю в свое верие. И мы будем с вами делать все возможное, чтобы в нашей стране все люди верили в свое верие. Я вам скажу, что вся страна очень быстро войдет, выдала поклонство в свое верие и будет поглощена тьмой. Но милостью Божией Господь дает нам все-таки сегодня правительство по молитвам, которые хоть как-то, но направляют взгляд людей на Бога. Запретили как профессию колдунов, экстрасенсов. Отменили. А было же время, буквально несколько лет назад, когда учредили, записали в эти метрички, в стадоуправлениях, что экстрасенсы, маги и колдуны – это профессия. Можете себе представить? Пасторов не было. Священнослужителей не было как профессии. Зато колдуны были. Но милостью Божией сегодня мы знаем, что отменили это. Потому что Бог все-таки хранит Украину. Аллилуйя. И побуждает людей. Находятся верные люди, своего рода эсфири, которые проникают в государственные палаты. И там подают проекты законов, которые это все просвещают умы людей. Аминь. Есть наши служители в парламенте Украины, которые трудятся над тем, чтобы в нашей стране были реально Божьи законы. Аминь. Но знаете, это Божья работа. Аминь. И поэтому мы должны понимать, что если мы не вынесем из своего дома, из своего дома объекты оккультизма и поклонения чужим богам, я вам скажу, мы ничего не изменим в своей жизни. Придет время, когда из этого буклетика вылезет рука такая и поманит тебя. Вот здесь у тебя было хорошее переживание в прошлом. Вот здесь ты помнишь, как ты пошел, сделал и все получилось. Я вам скажу одну историю про себя. Слушайте, у меня много историй про эту тему. У меня в молодости руки были все в этих бородавках. Болезнь нехорошая, неприятная. Я занимался спортом. У меня даже по спорту, по-моему, я греблил занимался и там многими другими. Они мешали мне. Просто на пальце по несколько штук была бородавка. Настоящие бородавки. Это сегодня там есть лекарства, тогда так не было. И в 85-м году я уже что только не делал, я выковыривал их. Я их распаривал и там уже операцию сам себе делал. Уехал в Россию учиться в Иваново. И в какой-то момент кто-то мне посоветовал. Сделай обряд. Я не буду вам рассказывать какой. Над этими бородавками. И все пройдет. И знаете, что получилось? Я сделал этот обряд. И реально бородавки исчезли. У меня руки сегодня чистые, ни одной бородавки нет. А это могло быть всю жизнь. И как не поверить в это? Как не поверить в то, что это работает? Почему люди говорят, а я сделал и получилось. Зачем мне твой Бог? А-а-а. А вот здесь стоит разница. Мне Бог не нужен, мне нужен вот этот человек. Или вот этот вот обряд. Или вот это действие. А вот это и есть идолопоклонство. И поэтому идол в мире ничто, говорит Бог. Он просто под руководством дьявола, эти бесы, они завлекут тебя. И съедят в итоге. Уничтожат твою жизнь. Это может на сегодня показаться все более-менее хорошо. Правда, только начали выбирать между Богом и идолом. Но когда ты выберешь полностью идола, тогда все. Тогда приходит полное поражение. Еще давайте чуть-чуть потерпите. Десятая глава. Коринфянам. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Посмотрите на Израиль по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенно значит что-нибудь? Нет. Послушайте. То, что люди делают, это не означает, что это правильно. Что это хорошо, что это вообще имеет какое-то значение. Но люди что-то делают. Люди что-то делают. А зачем даже не знают? Я однажды пришел к таким очень серьезным пониманиям, что когда на кладбище люди едят хлеб, от ламовой кусочки, от одного хлеба, кто вообще до Христа знал, что это значит? Да мы даже не задумывались. У нас это ощущение было, что такое почтение к умершему. Хлеб надо обязательно съесть. Хоть и сухое давишься стоишь, но должен съесть. Солью. Ну, это же не уважение к трупу. Я говорю, ну, к умершему. И мы ели это все, да? Но я когда пришел к Богу с этим вопросом, я говорю, Господь, а что это? А как это делать? А Бог говорит, они взяли, дьявол взял, спроецировал причастие. И я говорю, ешьте побольше. Соединяйтесь с трупами. Соединяйтесь с мертвыми. Иисус сказал, ешьте мое тело и пейте мою кровь. Больше другого причастия никто никогда не учреждал. Это то, что мы можем действительно есть и пить. Это тело и кровь Христа. Есть его тело, пейте его кровь. И наполняться его жизнью. А если человек, не понимая, он вступает в оккультный обряд, причастие с умершим, он реально вступает в завет с сатаной, в духовном мире. Поэтому, друзья, мы не делаем этого. Не на наших похоронах, когда умирают наши братья и сестры, уходят на небо. Мы говорим людям, просвещая их. Мы не говорим о том, что они идолопоклонники. Мы просто просвещаем и говорим, что это причастие. Или просто игнорируем вообще это причастие. А что были случаи, когда нас приглашали к неверующим людям. И там сегодня сейчас начинают рассказывать, что они там правильно делают, неправильно. Я не собирался никогда. Поэтому я же там не главный на этих похоронах. Я просто не брал этот хлеб. Я просто не причащаюсь с телом, умерш. Я объясняю, что это нехорошо, неправильно. И все. Но вопрос именно в том, что мы должны убегать от идолопоклонств. Лично. Учить я могу вас здесь. О том, кому поклоняться, кому нет. Там в мире, если спросят, расскажу. Если не спрашивают, рассказывать никому ничего не буду. Но вопрос в том, что я убегаю от идолопоклонств. И он говорит, что люди, да, они делают это. Приносят жертву идолам. Едят идоложертвенное. С осознанием, что вот он соединяется с тем идолом. Потому что кушая, кушая мясо или же жертву, принесенную идолу, он соединяется с этим идолом в духовном мире. Вы поняли? Это принцип причастия через поедание еды. Вы что-нибудь слышите, нет? Он говорит, неужели из-за этого идол есть что-нибудь? Или же идоложертвенное что-нибудь? Нет, это ничего не значит. Это нам нужно просто знать правду о том, что же происходит на самом деле. Он говорит, нет, но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. То есть то, что они приносили как идоложертвенное и поедали потом, они приносили эти жертвы бесам, а не Богу. Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Вы услышали? Либо чаша Бесовская, либо чаша Господня. Не можем и то, и другое одновременно хорошо правильно употреблять. Пошел в капище своему Богу поклонился, съел идоложертвенное. Пошел, пришел к Богу, поклонялся. Руки поднимал, на колени встал, песню хвалы воспел. Я скажу, это мерзость. И этот идол, знаете, не Бог станет между тобой и идолом, а идол станет между тобой и Богом. Что-то интересное прозвучало. Когда есть идол и Бог, то не Бог становится между идолом и тобой, а наоборот, Бог закрыт идолом от тебя. И поэтому всегда так было, и нам нужно освобождаться от идол. Поэтому что делает Бога глухонемым для нас? Идолопоклонство. Идолопоклонство. Вот что делает Бога глухонемым для нас. Поэтому когда ты не дождался ответа от Бога, когда у тебя есть вопросы, почему Бог молчит, когда у тебя есть куча вопросов в отношении силы Божьей, явления Его славы, то прежде всего разберись со своими идолами. Что в твоей жизни есть идол? Что тебя реально контролирует? Я еще один идол расскажу, какой был в моей жизни. До 30 лет я был очень худеньким, тоненьким. Но до 25 лет у меня был комплекс. Я ел много. Я постоянно думал, постоянно, знаете, стоишь в зеркало, смотришь, и постоянно ищешь в себе лишние граммы. О, появились! Аллилуйя! Я много читал об этом. Я много думал о том, как же поправиться. Потому что реально меня это контролировало. Меня все спрашивают, что ты такой худой. Я не знал, я не знал, как отвечать вообще. У меня это была трагедия целая. Меня всегда раздражало, почему меня об этом спрашивают. Знаете, редко кто спрашивает, что ты такой толстый. У других не спрашивают, что они такие худые. А у меня все время спрашивают, что ты такой худой. А я говорю, ну, в принципе, под одеждой я толще. Ну, на лицо я такой худой. Там я толще. Но я же не буду всем раздеваться. Мышцы показываю. Я специально в спортзал ходил. Тренировался, чтобы хоть как-то набрать вес. Ел там детский корм, в смысле еду. Питание. Малыш. Там. Все такое. То есть, для того, чтобы... У меня был комплекс неполноценности в плане моего тела. Хотя, я никогда не чувствовал себя от этого плохо. У меня было нормальное самочувствие всегда. Я был легкий. Я мог подтягиваться на турнике больше, чем другие. Потому что при моем росте, у меня маленький вес. Я уходил в армию. Я подтягивался 25 раз на одном дыхании. И у меня это не было проблемой. Но чужое мнение об этом, оно меня контролировало очень сильно. И для меня это было, знаете, такой вот проблемой. Твердыней. Как мой идол. Мой идол было мое тело. То есть, я хотел его все время сделать лучше, красивее. Знаете, вот эту проблему анорексии у женщин, у этих моделей. Это идол. Это идол. Они все время чувствуют себя слишком толстыми. В итоге умирают от обезвоживания, от истощения. Они реально умирают. Анорексия, да, так я же сказал. Это идол. Люди делают идол из чего угодно. И поэтому у меня такая проблема была. И когда я пришел уже к Богу в 25 лет, я фактически, ну, сразу же освободился от этой проблемы. Практически сразу. То есть, пришел к покаянию, и мне стало абсолютно все равно, какое у меня тело, насколько я худой. Я настолько сразу же освободился от этих комплексов. Почему? Потому что в момент покаяния Бог сказал, ты можешь больше не грешить. Да, он мне таким образом понять, это для вас может быть сейчас значит только то, что я сказал, а он мне сказал, ты не зависишь от чужого мнения. Они не могут тебя больше контролировать. Я тебя освобождаю от этого контроля. И я пришел к Богу, и я освободился от этого внешнего контроля. И уже будучи служителем, когда уже Бог начал мощно двигаться и совершать великие дела через мою жизнь, я оставался все в том же теле. Да, мне хотелось все-таки поправиться, потому что уже будучи служителем, встречаясь с людьми, влиятельными людьми, у меня у них все равно был один и тот же вопрос. Чего ты такой худой? Ну вот как им объяснить? Ну я не знал ответа на самом деле. Потому что это бессмысленный вопрос вообще, глупый вопрос. А у людей картыло всем спросить. Вот знаете, как будто все хотят меня вот в этом вопросе как бы ударить, значит, но я был свободен уже от этого. И уже когда, представьте, при моем весе, росте 182,5, я весил 66 килограммов, это был мой нормальный вес. Я не был худо, ну как бы истощенным. У меня были мышцы всегда, у меня был нормальный вес, для меня легкий, ну у меня кости легкие, что я могу с этим сделать? Но вопрос в том, что я начал поститься. У нас каждый месяц в церкви были посты по три дня. Каждый месяц, в течение нескольких лет, мы постились с командой каждый месяц по три дня. Такое было у нас рвение, десновение. Я не уставал никогда вообще. Вот первые 3-4 года в церкви я никогда не уставал. Но, моя жена знает, у нас не было выходных. Мы не ездили на море. Мы на море ездили все равно. Не ездили. Мы не ездили даже на конференции никуда, потому что ни на кого было оставить церковь. Я был и молитвенным лидером, и лидером домашних групп, и я был деканом нашей библейской школы. Я проводил все служения, все ночные молитвы, все евангелизации. Все я. И со мной толпа людей. Ходили мы все это делали. И знаете, я не уставал от этого. Потому что у меня было тело приспособлено для круглосуточной работы. Но пришел момент, когда я говорю, Господь, дай мне поправиться хотя бы на 20 килограммов. Я поправился. Бог дал мне благодать, я сегодня имею тот вид, который мне нравится. Уже никто меня не спрашивает, что такой худой. Наоборот, даже некоторые после отдыха моего подходят, начинают пробовать размеры моих складок. Но меня это же абсолютно не волнует. Меня это же не отвлекает вообще. Но идол пал. Идол рухнул. Аллилуйя. Я сегодня не служу своему телу. Я его слишком чрезмерно за ним не ухаживаю. Я в нем служу Богу. Она всего лишь железа. Она всего лишь техника, за которой требуется уход. И такое Бог сокрушил внутри меня этого идола. Реально. Это было настолько явно, я вам не могу передать. Когда я только вляпался, я сижу в машине и я понимаю, слышу голос. Идол пал. Это правда. Это моя правда. Сырка, я делюсь с вами, что вы где-то нашли свою жизнь. Вы разобрали своих идолов. Я сегодня могу об этом говорить, потому что для меня это уже не идол. Это средство для передвижения. Всего лишь. Хорошее средство для передвижения. Мне приятно, комфортно возить гостей на этой машине. Я служу этой машиной Господу. Аллилуйя. Мы ездим далеко, поэтому нам нужна надежная, скоростная и комфортная машина. Потому что при далеких поездках я очень сильно уставал. И поэтому это необходимость для меня. Это не роскошь для меня. Но идол должен пасть. Я не должен смотреть на это, на эту красоту. Люди некоторые на свои драгоценности просто боготворят их. Знаете, освободитесь от этого. Но почему в некоторых церквях даже побуждают людей выбросить это в мусорник, чтобы идолов разрушить. Но знаете, можно выбросить в мусорник, а вот тут не освободиться от идол. Поэтому лучше отсюда выбросить их, чем в мусорник. Можно носить красивые вещи, но не сделай из этого себе идола. Не делай себе из этого истукана. Аминь. Аллилуйя. Господь, я благодарю Тебя за Твою церковь, за Твой народ, за это слово, Господь. Спасибо Тебе, драгоценный, за то, что Ты даешь нам услышать, что может сделать Тебя глухонемым по отношению к нам. Я прошу Тебя, Господь, Боже, освободись сегодня каждого из нас от этого идолопоклонства. Освободи нас, Господь, от всего того, что нас сковывает, связывает, ограничивает в отношении с Тобой. Боже, молю Тебя, благослови Твою церковь, благослови Твой народ, Господь. Аллилуйя. Чтобы мы были истинно свободными, чтобы наша жизнь, Господь, она принадлежала только Тебе. И чтобы только Тебе мы поклонялись. И Тебе одному служили, Господь. Аллилуйя. И я молю Тебя, Боже, дай каждому человеку в этом месте увидеть, услышать и разобраться в том, где в жизни есть еще идолы, где еще есть идолопоклонства. Я прошу Тебя, Господи, благослови мой Бог во имя Иисуса, чтобы мы в нашей жизни не боялись ничего потерять. Чтобы мы ничего не боялись потерять. Чтобы у нас не было ничего, чтобы мы сказали, Бог, вот все готовы дать, кроме этого. Поэтому прошу Тебя, Господи, дай нам сегодня освободиться от всякого идола, чтобы между нами не было препятствий. Чтобы Ты не был духанимым по отношению к нам. Чтобы мы всегда знали, что Ты нас слышишь и отвечаешь нам со святых небес Твоих. Спасибо Тебе, Господь. Благодарение Тебе, честь, хвала и поклонение. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Аминь. Славянная церковь, и мы послушаем сейчас свидетельство славы Божьей. И первое свидетельство, пожалуйста, сестра Елена. Около 10 дней назад к ней подошла сотрудница и говорит, ты знаешь, такая проблема, меня послали на УЗИ, который я проходила в семейной поликлинике, и поставили сразу несколько диагнозов, панкреатит, язва, и вот все, что связано с желудочно-кишечным трактом. И она была настолько расстроена, что вот поделилась именно с Леной. С Леной, как с Божьим человеком. И Лена думает, я не знала ничего, я не молилась за нее. Но почему-то у этой женщины появилось желание пройти УЗИ второй раз. И вот буквально через три дня она идет в другую поликлинику, это был уже вторник, и проходит УЗИ. А в это время Лена, сидя на работе, просто получает очень сильное побуждение Духа Святого молиться, потому что она уже знала, что человек идет на УЗИ, и Лена начинает молиться, поддерживая ее таким образом. И что вы думаете, когда человек приходит с другой поликлиники, приносится оттуда совершенно другие показания? Леночка, скажи, что ей там сказали? Ну, ей просто сказали, что у вас там никакого панкреатита, не обстреление, а просто маленькое воспаление, маленькое воспаление, и больше такого ничего не было. Она спрога так ишла, возмущалась, так была возмущена, возмущена, думая, ну, как это так, что там таке показали, то самое. А я просто ишла и слухала, а потом говорю, Кать, знаешь, говорю, Вівтор, в четверть, говорю, я кішла на УЗИ, я говорю, за тебе не молилась, я сама была. А вчора, я говорю, ты была на УЗИ, я говорю, у меня было побеждение, я за тебя молилась, я говорю, она говорит, так а что это, я исцеление получила? Ну, так. Это просто была истина, что там действительно нет никакого заболевания, и Господь говорит нам об этом, но дьявол всегда пытается обмануть, как мы видим. Спасибо за ваше свидетельство. Аллилуйя. Спасибо, Леночка. Еще одно свидетельство брат Николай нам сейчас расскажет. Это свидетельство в ракурсе сегодняшнего слова, которое говорил пастор. Одна семья какое-то время назад посещала нашу церковь, но они прекратили сейчас ходить. Тем не менее, когда в их дом пришли болезни, они обратились конкретно к Николаю, как к молитвеннику, с просьбой, чтобы он поддержал их в молитве, и пригласили его домой для молитвы. Николай перед тем, как идти, помолился Господу, и Господь показал ему определенные вещи, которые происходят в этой семье. Когда он пришел туда, именно это он и обнаружил. Сейчас он нам расскажет. Будьте благословенны, церковь. Действительно, когда обращаются люди часто, многие из вас обращаются, вы знаете, что Бог слышит молитвы наши, но сегодняшнее слово пастора, оно не просто так сказано. Очень многие из вас сегодня еще болеют, потому что не убрали этого идола. Может быть, какой-то идол где-то лежит, но нужно пересмотреть свою жизнь. И когда эти люди позвонили мне, и попросили, чтобы пришел домой, я начал молиться уже дома, взял пост, думаю, пойду, возьму с собой еще брата кого-то, на посещение сходим. И когда я начал молиться, Дух Святой показал мне видение. Я просто увидел, я ни разу не был у них дома, но я увидел дверь аркой сделана. И над аркой висит фэншуй, колокольчики с драконом. И потом показал еще изображение дракона на медиатор, вот вижу медиатор, ну, на гитаре, и на нем изображение дракона. И я собрался, позвонил брату, говорю, пошли сходим в одну семью, помолимся за людей. Взял елей, и когда мы только первый раз, там только открыли мне двери, я сразу увидел этот фэншуй, эту арку, вот, и я начал с ними разговаривать. Поговорил, показал, что из-за чего, говорит, я говорю, попробуй убери вот это для начала, а потом увидишь. Он убрал, мы помолились, и Дух Святой опять мне напомнил, есть еще медиатор. Говорю, есть медиатор в доме? Говорит, есть. Покажи мне медиаторик. Он переложил передо мной восемь медиаторов, и на одном из них дракон, изображение дракона. Говорю, убирай это все. Он убрал, послушался, и через неделю уже он позвонил мне, сказал, спасибо Богу, говорит, у нас действительно все поправились в семье, то есть все болезни отошли. А то муж болел, жена болела, и сын заболел. И вот на сегодняшний день они поблагодарили Бога, я говорю, пойди еще к пастырю, запишись на прием, сходи к нему, пусть он помолится. И я верю, что скоро мы их увидим здесь все. Аминь, аминь. Аминь, спасибо большое. Еще одно свидетельство, брат Виталий. Неделю назад с ним произошла такая ситуация у него дома. Когда к нему пришла родная племянница, попросив о поддержке работы за компьютером, в какой-то момент его компьютер стал настолько сбоить, что монитор просто выключался каждые пять минут. это было все на глазах ребенка. И Виталий не знал, что делать. Он начал обращаться к своим знакомым, которые были специалисты в области компьютерной техники. Что он сделал? Он пошел молиться к Господу и заключил с Богом определенный завет. И сейчас он нам об этом расскажет. Всех благ, дорогая церковь. Я хочу свое свидетельство начать с Псалома 110. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем своим в свет праведных и собраний. Вот. Заключив завет с Господом, и эти слова, я сегодня буквально утром, даже не утром, это ночью произошло со мной, когда проснулся и мне захотелось новый завет почитать и хотя бы пару глав и наткнулся именно на эти строки. И вспомнил, я такой завет дал Господу, когда у меня с компьютером были проблемы, а это для меня рабочий инструмент. Без этого инструмента у меня не будет работы, у меня не будет дохода и все такое. Я не буду об этом распространяться. Ну, в общем, это для меня очень, как сегодня говорил пастор Вадим, это есть идол, мой, да, в некотором смысле этого слова. Но он для меня не идол, это средство для существования. Так вот, после того, как я нескольким системным администраторам позвонил, мне сказали, твое железо, это на сленге наших системных администраторов, это есть железо, его нужно тебе нести и исправлять в мастерскую. Это больших денег стоит. Но после этих слов железо, я говорю, стоп, подожди, если Господь врачует, если Он может и разум, и сердце вылечить, и исправить, почему Он кусок железа не может исправить. я помолился, закрылся в комнате у себя, помолился и сказал, Господь, яви свою славу, яви свое участие, яви свою силу, чтобы я мог свидетельствовать в собрании то, что Ты сейчас мне исправишь мой компьютер. Ну, перед этим я его несколько раз включал, выключал, переустанавливал драйвера, все вот эти моменты, ничего не помогало. И после молитвы, надо было мне сразу к этому прийти, собственно говоря, после молитвы я включаю компьютер и целую неделю по сегодняшний день он работает у меня безупречно. Я скажу еще больше, те вады и те погрешности, которые у меня были в компьютере, они полностью исчезли. Если раньше у меня был компьютер, плохо работал в том плане, пуля там работал, плохо шумел он, все такое, всего этого уже нет. Это для меня очень серьезное свидетельство, может быть, для кого-то это будет не так. Но я вам скажу так, я понял то, что Господь Бог Он не только целитель и не только спаситель, Он еще шикарный системный администратор. Большое спасибо!